Вроде можно начинать. Всем привет, друзья. 11.59. Четверг, 2 апреля. Можно и взгрустнуть немножко, потому что 1 апреля прошло, шутки кончились, теперь серьёзная реальность. Серьёзная, важная реальность. Скучная, рутинная реальность, в которой мы все сидим дома. И что-нибудь делаем. Что вы делаете дома, друзья? Ну, в смысле, я не с укором спрашиваю, а просто спрашиваю. Не как мама, если. Что это ты делал дома, а? Что это? Ты сидел дома, что ли? Как это ты так? Разве жизнь без тиктока реальна? Да, вполне. Я целые сутки провёл без тиктока. Даже не вспоминал о нём. Лазию на алике. Ну, я тоже иногда лазию на алике, но не знаю, что заказать. Ну, точнее, я знаю, что заказать, но такой думаю, ну, мне сейчас не нужен коврик. Зачем мне коврик для мышки? У меня есть коврик для мышки. Зачем он мне сейчас? Смотрю стримы чела без допинга. Это единственного, кого ты смотришь? Мне кажется, ты лукавишь. Наверняка ты смотришь кого-то ещё. Кто-то ещё наверняка вещает. Не могу же я один отдуваться за весь твитч. Наверняка кто-то ещё где-нибудь что-нибудь дастримит. Четвёртый день самоизоляции. Всего лишь четвёртый? У меня уже вторая неделя пошла нормально. Работаем очень продуктивно, как Пушкин. Шаболдинскую осень. Я смотрю, уже прям смещение происходит какое-то. Во времени. Разве что турики киберкотлетные. Ну да, там что-то идёт, но я не смотрел, потому что они не суперкрутые. Джона и Киры смотрю. Джон... Это один такой стример? Джон и Кира? Ну, в смысле, вместе. Или два разных? Что за Джон? Что за Кира? Я не слышал. Столько стримеров. Так много разных стримеров. О которых многие из нас, из вас и из меня не слышали. Интересно. Интересно, друзья. Также интересно, как и новости, которые у нас сегодня есть. Сегодня никаких тиктоков. Сегодня не 1 апреля. Нет повода для шуток. Для шуток и юмора нет повода. Зато есть повод для немножечко новостей. Потому что на самом деле... На самом деле... Не так уж и много всего происходит. Стример хуже журналиста? Почему? Почему? Почему стример хуже журналиста? Разве не наоборот? Разве не считается, что наоборот? Что журналисты вообще все проплаченные, ничего не знают, не умеют играть в игры, лезут со своим важным мнением. А вот стримеры, они же постоянно играют в игры. У них, по идее, игровой ресерч должен быть намного больше, намного лучше и выше. Другой вопрос, что стримеры... Хотя нет, но стримеры же играют. Черт его знает. Даже не знаете. Даже не знаю, точнее. Фух, слав... Слав тебе, господи. Что? Что такое? Что произошло? Что случилось? Бейте их, гоните. Зачем? Если все стримеры разбегутся, то вам смотреть будет нечего. Придется телек включать, друзья. И вот эта вот отмаза из серии. Вот, но я не смотрю телевизор. Придется смотреть, придется смотреть. Потому что где же еще вы найдете таких интересных, разноплановых людей, которые расскажут вам разные интересные истории из своей жизни. С целью, чтобы вы обязательно закинули им донатики. И подписались. Что, начнем новость. Так вот прям, так вот прям сразу. Многие привыкли уже, что я полвыпуска просто о чем-то трещу. Чему-то возмущаюсь. Или просто, просто бухчу на ровном месте. А тут вот взяли и новости прям начали. Прям взяли вот в четверг и начали новости. Прям новости. Вот новости и все. Новости и все. И поехали. Да, я люблю смотреть мультики по играм. Как ты узнал? Официальный клип по Mortal Kombat Legend. После вчерашней истории с Adult Swim, которая заблочила ролик на YouTube с трейлером, я вообще не хочу смотреть никакие трейлеры фильмов. Только из проверенных источников. Нет тиктоков, отписка. Ну ладно, если новости быстро пройдут, то в конце выпуска можем пару тиктоков посмотреть. Хорошо, я согласен. Так и быть ради вас. Ради вас, ради... Я сам не очень хотел, не очень хотел, но вы, я вижу, настаиваете. Вижу, очень активно настаиваете на том, чтобы посмотреть тиктоки в конце. Sony основала 100-миллионный фонд для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Компания изучит способы дистанционного обучения для детей, а также поддержит органы здравоохранения и сообщества из индустрии развлечений, которые пострадали из-за отмены выставок. Ну, спасибо, Sony, спасибо. Надеюсь, это никак не повлияет на выход PlayStation 5. Ну-ка, почитаем, что там думает Фил Спенсер о своей победе. В начале апреля глава Xbox Phil Spencer стал гостем подкаста IGN, в рамках которого прокомментировал множество острых тем, включая спецификации PS5, цену Xbox Series X и отмененные Skillbound и Fable Legends. Skillbound, кстати, вчера анонсировали в рамках 1 апреля. Мы выбрали главное. Об анонсе PS5. По словам Спенсера, после анонса спецификации PS5, он лишний раз убедился в правильности решений, принятых в процессе разработки Xbox Series X, и он ожидал такого исхода. Я же говорил, сказал Фил Спенсер. Я уверен в наших инженерах. А, я уверен в наших инженерах. Я верю в их способность создавать. Нужно лишь дать им время и деньги. И цель. О цене. Спенсер доволен тем, какую цену Microsoft сможет установить для Series X. Однако, он отметил, что компания все равно будет следить за конкурентами. Мы будем следить за тем, что делают конкуренты. Однако, у нас есть план. И я в нем уверен. Много лет назад, сидя с вами в одной комнате... С выключенным светом... Я сказал, что хочу победить вас. И вы с тех пор все спрашивали у меня, как я планирую достигнуть этого. Вы думаете, я вас не переиграю? Вы думаете, я вас не уничтожу? Говорил тогда Фил Спенсер в этой комнате. И с тех пор журналисты IGN все время спрашивали его... А как, Фил Спенсер, вы переиграете? Как, Фил Спенсер, вы уничтожите? В общем, с тех пор все спрашивали у меня, как я планирую достигнуть этого. Теперь я верю, что у нас есть план. Только теперь Фил Спенсер верит, что у него есть план какой-то. Только теперь появился план. Ну, тут можно вставить старую древнюю шутку про... Фил Спенсер есть план. Глава Xbox отметил, что в плане цены устройство подразделения получает полную поддержку от Microsoft. И компания постарается сохранить гибкость. Учитывая, что Xbox Series X на бумаге мощнее PS5, многие уже ожидают, что консоль Microsoft будет стоить дороже. Однако слова Спенсера намекают на то, что это пока не гарантировано. О планах на дату релиза Xbox Series X. То у них тоже есть план. На все есть план. У Фил Спенсера на все есть план. Спенсер заявил, что сейчас ничто, ничто не указывает на то, что Microsoft не сможет выпустить Series X в запланированный срок. При этом он не стал отрицать, что ситуация в мире сейчас развивается очень быстро. И с уверенностью говорить о том, что будет в конце года, пока нельзя. Я не хочу торопиться с продуктом, если он не будет готов. На первом месте безопасность нашей команды. Как отметил Спенсер, по опыту Xbox компания также уяснила, что запуск в разных регионах в разное время только добавляет проблем. Поэтому такого на релизе Series X ждать не стоит. Каждый раз, когда я приезжаю в Японию, мне напоминают, что мы выпустили Xbox One в стране на 9 месяцев позже. Наконец, говоря, долго рожал. Хотя, нормально рожал. Нормально рожал. Наконец, говоря об окне релиза консоли, Спенсер также заверил, что релиз не будут откладывать из-за одной игры, если ее разработчики вдруг не успеют доделать ее в срок. Одной игры. Начинается на H и заканчивается на O. Четыре буквы. И говоря про одну игру, он имел в виду не какую-то конкретную игру, а реально одну игру. Самое главное, железо, система и сервисы. Я не хочу выпускать устройство, платформа на котором еще не полностью готова. Могу лишь посмеяться и сказать, что вот так вот. Ха-ха-ха-ха. Лишь посмеяться и сказать, что однажды мы так уже сделали. Повторять не станем. Если железо, система и сервисы на месте, Олды на месте, системы на месте, Железо на месте, сервисы на месте, то я не думаю, что стал бы задерживать релиз из-за одной игры. Естественно, вы думаете про Halo. Ха-ха-ха-ха. Я попал в точку. Хе-хе-хе. Это культовая серия и важный релизный тайтл. Команда усердно работает над Halo Infinite и учится в процессе, как и все мы. Мы будем учитывать все варианты по ходу дела, но да, я не думаю, что мы станем откладывать релиз из-за одной игры. О Skillbound и Fable Legends. В ходе подкаста Спенсер также ответил на вопросы об отмененных Skillbound и Fable Legends. Он подтвердил, что Microsoft не работает с Platinum Games над возрождением проекта. Эта игра уже в прошлом. Мы не работаем над проектом, и хотя я сейчас не контактирую с Platinum, потому что коронавирус и контакты всякие разные запрещены, я почти уверен, что они также не работают над ним. Это то, что для всех нас осталось в прошлом. Конечно, я не горжусь тем, что нам пришлось отменить игру, о которой мы говорили годами. На опыте Skillbound и Fable Legends я понял, что не стоит говорить о проектах, у которых нет четкого плана. Мне кажется, им надо назвать не Xbox Series X, а Xbox Plan. Xbox Series Plan. Потому что или Фил Спенсер должен переименоваться в Фил План Спенсер. Потому что у него все время планы какие-то. Если у нас нет плана, то должен быть план. Все по плану. Парни, все по плану, все по плану. План, 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 план. На которых нет четкого плана на будущее и когда на руках нет чего-то конкретного. Дальше. В 2020 году Microsoft будет уделять меньше внимания железу Xbox Series X, потому что о нем было сказано уже достаточно. Теперь компания собирается сосредоточиться на сервисах и играх. Много информации стоит ждать в июне. Компания собирается провести свою презентацию, изначально запланированную для E3 в цифровом формате. Вероятно, тогда и назовут цену сервис и КСН. Ну и сервисы и игры еще. Если нет плана, то едем в LA. Если нет плана, то надо его реализовать. Поездов, делающих бум в трейлере фильма «Поезд в Пусан 2. Полуостров» замечено не было. Продолжаем держать в курсе. Спасибо. Создатели Smite объявили, что благодаря огромной поддержке со стороны игроков Баба Яга появится в игре уже в этом месяце. Разработчики представили персонажа в кинематографичном трейлере. О способностях героини мы написали на сайте. Молодцы. Ну, тут можно трейлеры посмотреть. Но он кинематографический, поэтому... Ну вот Бабу Ягу добавят Smite. Забавно. Игрок с ограниченными возможностями прошел Doom Eternal, а я нет. На максимальной сложности. С помощью адаптивного контроллера Xbox. Креативный директор игры Хьюго Мартин не остался в стороне и респектнул братишки. Братишка. Написал UCRS Slayer. Респект. Обзор Native Union Drop XL. А, это коврик для зарядки. Очередной коврик для зарядки. То ли шутка, то ли всерьез. Crytek снова намекает на переиздание Crysis. Вчера обновился сайт Crysis.com. Сейчас там стоит герой в костюме из первой Crysis. А окружение напоминает самолет, из которого десантировался персонаж в прологии. Ну, наверное, все-таки шутка. Наверное, все-таки шутка. NVIDIA представила флагманские видеокарты GeForce RTX 2080 Super и RTX 2070 Super для ноутбуков. Для ноутбуков. Мы собрали основную информацию о новых GPU, а также о первых устройствах от крупных брендов, которые выйдут с ними в ближайшие месяцы. Ну, я думаю, тут особо не о чем говорить. Представили вот эти ноутбучные вариации супермощных видеокарт. Такая история. Так. Апрель обещает нам немало... А, это календарь. Ну, это видеокалендарь. Мы уже такой читали. Ревенхольм Джефф. Ой, да нет. Ой, да не надо. Не, Ревенхольм лучше Джеффа. Сто процентно лучше Джеффа. Сто процентно лучше Джеффа. Гоняние алкаша с помощью бутылок водки сто процентно хуже, чем величайшие диалоги с пастырем. Вообще, точнее, не диалоги как тут. Диалогами-то сложно это назвать. Величайшие монологи пастыря. Ревенхольм все равно лучше. Тысячу раз лучше. Атмосфера в тысячу раз лучше. В Ревенхольме ты боишься всегда, просто всегда. Потому что все... Крики и прочее. А с Джеффом... Да, ты за пол... За полминуты ты раскушиваешь, как работать с Джеффом. Ну, вы, не я, конечно. Я долго бомбил на эту тему. И все, и он уже перестает быть сложным, страшным. Или типа того. То есть тебе собака справа нравится больше? Нет, тут ты, возможно, не выкупаешь мем. Мем про, скорее, агрессию. Типа, видите, слева такой миленький песик. А справа такая злая, злая псина. И как бы мем в данном случае говорит нам, что Ревенхольм был довольно пусси. Ну, довольно такой легкий, милая, скучная прогулка. А Джефф это типа хардкор, жесть. Вот я считаю ровно наоборот. Что Джефф это миленький песик по сравнению с Ревенхольмом. Ну, мне просто Ревенхольм нравится больше. Он более... В нем больше саспенса, в нем больше страха. В нем... Он в целом больше. А забеги с Джеффом это вторичность. Ревенхольм обладает своей атмосферой. Причем довольно уникальной. Я не знаю, с чем еще сравнить. А Джефф это... Это Outlast, по сути. Ну, реально, это Outlast. Это шаблон из стандартных игр, где вы не можете атаковать какого-то монстра, а он шарится в какой-то локации. Вы должны от него уходить. Джефф не что-то сверхъестественное. Да, может быть, в VR это интересный опыт. Но, я говорю, раскусывается он за 2-3 минуты. За 2-3 минуты ты уже перестаешь бояться. Ты просто ходишь с бутылками, разбрасываешь их. Но, то есть, если... Окей, если первая локация с Джеффом еще нагоняет саспенса, особенно когда вам надо запирать его в морозильнике, а потом вам надо туда попасть, потому что там электрический щиток. Окей, там очень мало места и прочее. Но следующая локация, где надо собирать 3 банки, 0 саспенса. Просто 0 саспенса. Потому что у тебя весь уровень обложен бутылками. Просто весь уровень. И всем гремящим. То есть, я... Ну, если вы смотрели стрим, это реально ты такой... Тебе надо что-то сделать. Ты просто берешь бутылку, открываешь, бросил бутылку, забираешь. Все просто с покерфейсом. С покерфейсом проходится. Даже немножко... Немножко раздражительно проходится, потому что это в рутинку превращается. Поэтому Равенхольм, он все равно крутой. Он крутой всегда. Он спустя... Спустя 10 лет его играешь, он все равно крутой. Может быть, ты уже не боишься, потому что ты знаешь, как это работает. Типа пилами кидаться. Но атмосфера все равно крутая. И этот пастер крутой. А Джефф это просто, ну, это шаблонный уровень, к которому прикручены текстурки и механи... Немножко механик VR прикрученный, чтобы ты бросался. А в остальном он, ну, очень... Не знаю. Мне... Мне Джефф мало зашел. Хотя, конечно, радость от того момента, когда вы загоняете Джеффа в давилку, есть. Но именно потому что меня просто затрахал этот уровень. Я его не боялся. Он меня трахал просто. Он вот прям на нервы мне действовал. На нервы мне действовал не с точки зрения, что, опять же, я боялся, а с точки зрения, что мне хотелось побыстрее его закончить, чтобы больше его не видеть. И когда ты загоняешь Джеффа в эту давилку, то тебе хочется крикнуть, на, сдохни, сука, наконец-таки. Наконец-то я больше не буду с тобой сражаться. Отец Григорий, да. Можешь предсказать будущее? Будешь проходить на стриме Mortal Shell? Я не знаю пока, буду ли я проходить Mortal Shell на стриме. Я вообще даже не смотрел трейлер. Я видел новость, но не смотрел трейлер пока. Как тебе Half-Life Alyx в итоге? Топ игра или средняя? Для VR это довольно... Это очень хорош, хорошо и достаточно глубоко про... Ну, нет, не так. Это достаточно качественная и дорогая игра для VR. Но это не революция в жанре. Это не революция в жанре. У некоторых VR-игр есть более глубокие взаимодействия. У некоторых игр есть более натянутый саспенс. То есть вам страшнее. То есть, по сути, Half-Life Alyx это самая попсовая, что ли, игра. Блин, я даже не знаю. Она сделана так, чтобы любой мог ее пройти. Будь вы киберкатлетой или будь вы простым человеком, который просто любит поиграть в игры, то есть без каких-то хардкорных увлечений, вы и тот, и другой сможете ее пройти. Для хардкорного игрока там будут вещи, которые им не понравятся. Например, что нет взаимодействия. То есть я, например, не могу кирпичом забить хэдкраба. Я понимаю, там какого-нибудь нельзя забить комбайна, да? Но хэдкраба, маленького хэдкраба. Они, правда, там крупные достаточно такие. Отъевшиеся, отожравшиеся хэдкрабы. Но почему? Ни стулом, ни каким тяжелым предметом, ни бутылкой там нельзя, ничего. Ты можешь хэдкраба только застрелить. И, ну, при том, что до этого вышедший, до этого бонворкс, есть зависимость там предмета от того, какой урон он наносит. То есть вы можете ударить вашего противника молотком, и это будет наносить ему увечья. Вплоть до того, что вы можете даже, по-моему, кулаком бить, или кирпичом бить, и это будет работать. Вот. То есть нету милишного вообще оружия. То есть как такового в Эликс нету вообще никакого мили. Ни палкой, ни чем. Вообще ничем. Пофиг, что нету лома фомки, да? Не принципиально. Но там есть палки, есть кирпичи, есть бочки какие-то. То есть это все не работает. У вас нету контакта вот такого, ближнего контакта. Вы не можете, например, так же, как это сделано в бонворксе, вы не можете схватить или там пытаться удерживать врага на расстоянии рукой. Не можете. У вас работают несколько другие принципы. Но это упрощение для того, чтобы каждый желающий, точнее, каждый человек, у которого есть VR, и он захочет поиграть в Эликс, чтобы он смог пройти игру от начала до конца. Это упрощение в пользу интереса. Но при этом достаточно много там вещей, которые упрощены именно в пользу этого. Именно поэтому это хорошая игра. Она достойна стоять, как я уже говорил, она достойна стоять рядом с другими играми Half-Life, несмотря на то, что это игра только для VR. Она достойна стоять рядом. Она достойный представитель вселенной Half-Life. Она интересный эксперимент в VR. Она качественна и дорого сделана. Визуал там просто отвальный. То есть в некоторых моментах ты просто стоишь с открытым ртом и смотришь, как мимо тебя кто-то проходит, или что-то взрывается, или что-то летает. Это очень круто. Но в плане механик она упрощена. Упрощена не потому, что разработчики такие «О, хер бросим!» А потому, что, скорее всего, игра прошла через миллионы тестов, миллионы рандомных людей, и разработчики понимали, что несмотря на то, что они делают достаточно узкоспециализированную игру, потому что для VR, они понимали, что они хотят, чтобы их игра подошла всем, у кого есть VR. Поэтому она такая. Поэтому она хорошая, но... То есть есть... Можно было сделать более замороченным, но тогда она бы подошла только хардкорным игрокам. Мне кажется, казуалы бы... Ну, то есть совсем такие... Ну, казуалы — это не то слово. То есть есть люди, которые не... Ну, типа не супер-про, там... Ту-ту-ту-ту, там суперстреляют, а они... Скорее для них это приключение. И они не всегда так быстро реагируют и не знают, может быть, многих игровых каких-то... Точнее, не так быстро реагируют на какие-то игровые условности, к которым привыкли хардкорные игроки, которые уже многое повидали, и для них это работает уже на элементы инстинктов. Как я иногда играю в игры и говорю такое... Ага, ну сейчас будет вот это, да, там... Сейчас вот это упадет, и оно падает. Потому что через меня прошло уже много игр, и я немножко по-другому на них смотрю. Можно назвать это отчасти профдеформацией, ну, либо подмечанием деталей. И я уже знаю какой-то шаблон, который здесь будет использован. И иногда, несмотря на то, что шаблон использован, который есть, его можно все равно сделать хорошо. То есть ты получишь удовольствие от этого. Это не значит, что я знаю, что сейчас произойдет, и мне будет скучно от этого. Это зависит, скучно мне будет от того, как это реализуют. Шаблон не является чем-то плохим, не всегда является чем-то плохим. Это значит, что скелет у действия, он один и тот же. Но этот скелет можно нарастить кожей, условно, по-разному. Поэтому иногда один и тот же шаблон работает хорошо, потому что тот, кто его создал, кто создал вот эту сцену, он понимал, то есть, какие-то тонкие моменты. Он понимал время, он понимал, насколько надо сделать по времени этот момент, что надо показать, в какой момент показать, как игрок должен на это... То есть почувствовать, как игрок на это отреагирует. И тогда получается очень хорошо. И тогда получается, ты сидишь такой, вау! Несмотря на то, что произошло что-то... Ну, например, меня сильнее всего, это странно, да, но меня сильнее всего впечатлил момент в Half-Life Alyx. Я его запомню просто на очень долгое время, потому что это реально... Ты этого не ждешь! Это просто какой-то взрыв мозга. Это момент, когда ты подходишь к двери, дергаешь ее, но она закрыта. И ты начинаешь копошиться дальше в комнате, там, шкафы открывать. И вдруг за дверью, а ты понимаешь, что кругом зомби, никого... Ну, то есть, все твои оппоненты, это зомби или комбайны. И тут за дверью, ты слышишь слив воды. Я такой просто, чего вообще? Открывается дверь, и оттуда вываливается, типа, зомби с хэткрабом. И так, меня этот момент просто взорвал. Потому что это, ну вот, это вот, это вот, ты не ждёшь такого. Ты просто не ожидаешь такого. Там сливается вода в туалете. В доме, наполненном зомбиками, монстрами, ты думаешь, чего вообще? Там, типа, зомби сходил в туалет, у меня в голове миллион мыслей пролетели. Это сейчас будет НПС, это будет живой игрок, ну, живой в смысле человек, с которым я буду сражаться. Ну, НПС, естественно. Что это? Что там? Комбайн там обосрался? Что произошло? Вот, и это довольно необычно. Именно на этом фоне, например, Джефф мне вообще не понравилось, потому что он сделан именно по шаблону подобной механики. То есть я чаще всего это сравниваю с Аутластом. Это самое подходящее, потому что в Аутласте у вас нет оружия, но у вас есть нычки и какая-то локация, по которой вы должны перемещаться от монстров, которые которых вы не можете, которым вы не можете нанести урон. Ваша задача убегать всегда. И в данном случае сделано все ровно точно так же, просто с другими текстурами. Разве что есть механика, что вы можете отвлечь, да? Но опять же, это очень шаблонная тема серии. Он слепой, но не глухой. Но это использовалось миллионы раз. Миллионы раз. Но опять же, например, тема с холодильником, в который его надо запирать, а потом выключается свет. Клевая. Окей. Признаю, клевая. Прикольно. Это хорошо нагнало саспенса, когда ты запер врага, а потом тебе его надо оттуда вытащить. Да, это прямо ты с собой борешься. Ты такой, сука, нет. Нет, сука, нет. Нет, 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 нет. Но тебе надо. Или момент... А, в лифте момент тоже очень крутой, когда у вас вот прям узкое пространство, и вам надо нажать кнопку прям перед врагом. Это тоже неплохо работает. Но дальше, как только лифт поднимается, у тебя начинается рутинное, типа, бросил камень, попрошелся. Твой противник там куда-то отошел. Если противник слишком близко к тебе, опять бросил что-то в дальний, в самый дальний угол, и пошел спокойно дальше. То есть саспенс сразу же развивается, сразу же исчезает, и у тебя больше нету такого прям напряжения, что ты прям вот при... Когда ты находишься в совсем маленьком пространстве, там, конечно, напряжение несколько больше. Но когда у тебя вот уже вот такие коридоры просто и с печеренными проходами, то есть ты в любой момент можешь его обойти, уже, конечно, не так. Вот. Так что хедкрабов можно есть, но там вертигон-то их ели. Так что... Короче, 93 балла, аванса. Нет, она достойна 93, потому что это качественно сделанная игра. Она тупо просто качественно сделана. Да, может быть, в ней не все... Она не самая лучшая по VR-механикам, не самая, но она очень качественно сделана. В ней есть некоторые упрощения, но качество. Просто тупо качество. Вот и все. При том, что я, например, мне, например, не очень нравится, что... Как поступили с комбайнами. В основном на вас высыпают по три комбайна, и они все толстотелые. То есть в них приходится вливать очень много патронов, и это несколько скучновато. Я бы при... Ну, с большим... Мне кажется, с большим весельем и большей динамикой было бы интереснее сражаться, если бы на вас высыпали обычных полицейских комбайнов. Но кто играл в Half-Life 2, тот помнит, что вначале вы сражаетесь с такими... Самыми базовыми комбайнами, такими они в полицейской форме, у них пистолеты. Они отлетают с двух-трех выстрелов в голову, там, на средней сложности. То есть... И это довольно динамично, потому что они выбегают, начинают палить, там, сверху. Вы довольно быстро стараетесь отстрелить, они быстро отлетают. Динамика, быстро. Здесь же приходится по обойме просто в голову выстреливать кому-то, потом опять перезаряжаться, потом еще добивать, и это немножко рутина. Понимаю, что это VR, но если бы перебалансировать как-то эту историю, то есть, что у вас было бы больше врагов, они бы быстрее двигались, то есть, меняли бы позиции, но при этом их можно было быстрее его убить, мне кажется, игроку бы это понравилось больше, потому что, ну, целиться от руки пистолетом это веселое VR-приключение. Ну, это прикольно, просто тупо прикольно, потому что вы как будто бы прямо с пистолета, стреляете, несмотря на то, что вы VR. Поэтому, мне кажется, если бы их было бы так, то есть, они наносили бы вам не такой высокий урон, их было бы больше, и основное, то есть, это больше, больше был бы тир, потому что на данный момент битва с комбайнами это вообще не тир, это скорее вот подобраться поближе или спрятаться подальше и издалека делать по полуобойму всаживать. Тир, это когда на скорость, когда ты тук, сюда стрельнул, сюда стрельнул, сюда стрельнул, сюда, чик-чик-чик, там быстро перезарядился, ты-ты-ты-ты-ты. То есть, тот же Blood and Trust для PlayStation VR, вот это больше тир, и там, там хедшоты есть, там больше врагов, там вам тоже надо укрываться, и надо метко стрелять и перезаряжаться. Но, что получилось, как говорится, то получилось. В целом, минусы есть, но плюсы тоже есть. Плюс, довольно неплохая привязка к Half-Life, ну, к вселенной. Я надеюсь, что из этого что-то, что-то, что-то получится. Что? Ничего не понял, да? Для многих это первая VR-игра. Ну, кстати, да. Кстати, да. Для таких людей, я думаю, если бы... Ну, то есть, просто посмотрите стрим, допустим, Boneworks'а и посмотрите стрим Half-Life, Алекс. За два часа Boneworks'а вы только выйдете из тренировочного лагеря, в котором вам большую часть времени будут объяснять, как прыгать, бегать, потому что механики в Boneworks'е довольно сложные в этом плане. Я сколько раз, столько с пятого или шестого раза перепрыгнул длинную пропасть. Там есть задачи на прыжок, причем там несколько усложнено было. Но при этом механика довольно глубокая, с приседаниями, с прыжками и прочее, с боевкой. А потом вы выходите наружу, и у вас вообще становится все очень сложно. За два часа Алекс вы, ну, не знаю, одну третью игры можете успеть пройти, потому что обучение быстрее, потому что механики несколько упрощены. и следовательно, вы, вы будете получать удовольствие от Half-Life Alyx более прям порционно, то есть вот прям одно за одной. Прям знаете, как будто вы идете по дорожке из конфеток. Типа раз конфетка, два конфетка, три конфетка, четыре конфетка, пять конфетка. Вот. А в случае с Boneworks'ом, вы долгое время будете без конфет, а потом получите большую конфету, где можно пострелять, немножко подурачиться, а потом опять долгое время без конфет сидеть будете. Но, но зато в Boneworks'е вы получите не маленькую конфетку, да, а целую шоколадку сразу. Но при этом вам придется очень долго ждать, пока вы эту шоколадку получите. Обзор на Half-Life Alyx от Павла Болоцкого. А прохождение Half-Life Alyx лежит у меня на YouTube-канале, если что. Так что, если вы хотите посмотреть, заходите, там, сколько у нас, два, три, три стрима, три стрима, да, две части и финал. Сколько по времени создавали Alyx? Десять лет? Я не знаю, кстати, сколько. Но они долго, долго шли к этому. Они долго хотели сделать VR-продукт, долго хотели сделать какой-то крутой VR-продукт, а это видно, ну, я об этом уже говорил много раз, видно, что они давно пытались и, наконец-то, доделали. Делали, делали и, наконец-то, доделали. Так, Elder Scrolls бесплатно. Ролевой экшен Mortal Shell позволит игрокам захватить остатки павших воинов и каждая оболочка будет обладать уникальным стилем боя, умениями и улучшениями оружия. Чем глубже будет связь с оболочкой, тем лучше игроки будут овладевать ее талантами. Вот о чем говорилось, давайте посмотрим ролик, я еще не смотрел, я не смотрел еще. Я видел новость, но не посмотрел ролик, поэтому сейчас с вами вместе гляну. Издательство PlayStack и студия Cold Symmetry анонсировали Mortal Shell. Ролевой боевик в жанре Souls-like, авторы поделились ее трейлером, скриншотами и подробностями. Однако, из ключевых особенностей Mortal Shell стали остатки «Да что ты выделяешь-то?» А, одной! Одной из ключевых особенностей Mortal Shell стали останки павших воинов, которые игроки смогут захватить. По словам авторов, каждая оболочка будет обладать уникальным стилем боя, умениями и улучшениями оружия. Чем глубже будет связь с оболочкой, тем лучше игроки будут овладевать ее талантами. Боевая система Mortal Shell потребует от игроков обдумывать каждый шаг и стратегию, чтобы нанести удар только когда появится возможность. Геймеров ждут парирования и контратаки, изготавливания улучшений и протравливания оружия с помощью кислоты, а также темные способности тайной магии, которые наделят атаки сверхъестественной силой. Подробности сюжета Mortal Shell пока неизвестны, однако игроков ждут увядающие и гниющие останки человечества и противники, которые поклоняются таинственным богам и терзают руины разрушенного мира. Геймерам предстоит найти скрытые святилища фанатиков и узнать свое истинное предназначение. Релиз Mortal Shell ожидается в третьем квартале этого года на PS4, Xbox One и ПК. Давайте глянем, давайте, давайте глянем, че там, а че там происходит следующее VR они уже в три раза быстрее сделают. Ну а Valve сказали, что следующий Half-Life точно будет не в VR. они хотят заинтересовать больше игроков. Точнее, сделать игру на большее количество на большую аудиторию, короче, сделать, поэтому то есть они, может быть, сделают еще VR-игру, но не про Half-Life пока что. Хоба, ножик достал. Ой, какой-то Unreal Engine, ой, какой-то Unreal Engine, Unreal Engine какой-то. Выглядит неплохо, но я очень боюсь про механики, очень боюсь про механики. Я надеюсь, что это будет достаточно играбельно, потому что можно сделать красиво, но плохо в боевке. Не, выглядит симпатично, выглядит симпатично, но тут надо играть, тут подобные игры очень сильно завязаны на боевых механиках, очень сильно завязаны на господи, как они называются-то. На хитпоинтах, на хитбоксах, вот, на хитбоксах, на регистрирование ворота, на регистрирование атаки, это все очень сильно зависит. Если разработчики просрут этот момент, именно момент механики, то очередной спойлераз будет говорить, что это челлендж, это челлендж, все это челлендж, ты ноешь, потому что это челлендж, а на самом деле игра просто будет тупо багнутая и поломанная и все. Но это челлендж, это же челлендж. На ощущения не завязано, но на ощущения, если у тебя механика основная поломана, хреново работает, например, как хреново работала механика боссов некоторых, одного, ладно, одного босса, да не одного, там чаще это часто встречалось, в Jedi Fallen Order там иногда магнитилась атака босса, там даже на видосах это есть, есть босс жабка, большая жабка, и у нее есть атака, она языком в тебя выстреливает, и прямо на видео видно, что персонаж стоит здесь, а язык прилетает сюда и такой хутик и примагнитивая, и даже не язык примагничивается, а игрока оттягивают обратно и он примагнитивая, примагничивается к атаке, ну то есть это такие вещи, ну нельзя делать, то есть у вас должна быть очень-очень тонко настроенная механика боевки, чтобы от этого, от этой боевки игрок получал, ну и челлендж и удовольствие, а если у вас забаговано все, то есть механика с перекатом, например, сломана, вы перекатываетесь, а урон вас все равно проходит, тогда нахера нужен перекат, или если, я не знаю, если опять же вот магнитится атаки тоже, так что тут важно, тут важно, как это все будет работать. Визуально ничего так, но мне недавно кто-то по-моему горизонт мне недавно спрашивал меня, играл ли я в игру, он скинул ссылку на игру, точнее название игры, там что-то там что-то там а лорд и вот она выглядит визуально так же, то есть сделана на Unreal Engine 4, но отзывы у нее очень смешанные и судя по ролику геймплея, она ну вот именно в механиках просасывает, а там тоже там Dark Souls, ну Souls-like игра только от первого лица, то есть тоже надо драться и вот это вот все. поэтому тут важно, важно именно как реализуют. Надо ждать, надо ждать. Ну это не босс по факту, а моб просто первый сложный, ну да, не все там четко. Нет, босс наверху, в смысле моб наверху, а есть еще более сильный именно, ну это второстепенный босс, как они называются, сайдбосс, я не знаю, то есть можно его не бить, можно на него прийти потом, например, но он живет в своей отдельной локе и у него есть полоска хп, так что он как бы сайдбосс. Есть, просто есть в Jedi Fallen Order такие более сильные вариации мобов, а они как бы боссы, как бы боссы, с ними, ты с ними сражаешься и получаешь награду, вроде бы хорошую. В Днём 2 тебе два моба сразу мини-боссы кидают. По факту даже в Гофф были косяки с такими механиками, но там всё было более вылезано. В Гофф была, на мой взгляд, только одна проблема, там иногда Кратоса могли застаггерить, то есть ты мог попасть в карусель атак, это когда тебе наносит урон один противник и главный герой начинает корчиться в этот момент ты не можешь двигать персонажа, он стоит на месте и делает ему обязательно надо показать всю анимацию, как ему больно. И до того, как твоя анимация кончается, атакует следующий моб. И они так по очереди тебя молоточками долбят, и ты и умираешь, и до свидания. И ты не можешь вырваться из этого, то есть ты ни перекат, ни отодвинуться, ничего не можешь сделать, потому что разработчик решил, что если тебя застаггерили, ну если пошла анимация, то пошла анимация, и все, ты типа попался. Но с некоторыми врагами, особенно если на валькириях сражаешься, они же довольно быстрые, плюс валькирии с поддержкой мобов же идут еще некоторые, во всяком случае, с теми, с которыми я сражался. Я всех не убивал, но и там вот я очень на валькириях очень часто попадался в карусель атак, и это дико бесило, потому что Кратос просто стоит и получает тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ подряд прям. Кратос не воин, актер. Нечто подобное, кстати, есть в НИО, точнее в НИО, если у вас кончилась стамина, то ваш персонаж просто остановится. Я считаю, что это самая большая ошибка разработчика, в таких играх делать так, чтобы персонаж совсем останавливался, потому что это довольно злой и динамичный экшен, и если твой... Это как... Представьте, что в каком-нибудь слэшере, типа Devil May Cry, во время, когда вы там прыгаете, вот тут-ту-ту-ту-ту, вас попали чем-то одной атакой, и у вас, не знаю, на секунду персонаж остановится, да вы люлей отхватите, хотя в слышали, там не так активно люлей отхватывают, там они с паузами атакуют, в случаях с соус-лайк играми, там они не с вами церемонятся, они не будут ждать, пока вы там постоите и покряхтите, они вас сразу атакуют, если вы стоите, вас атакуют, вот и все. В него такая же история, если ты остановился, скорее всего, ты труп, просто сразу, потому что тебя прибегут эти черти и сразу затыкают тебя палочками, но в него есть клевая система с восстановлением стамины, то есть ты можешь нанести несколько атак, прожать кнопку в нужный момент, и у тебя часть стамины вернется, там она не стамина, там она, по-моему, энергия ки, что ли, называлась, или си, я уже не помню точно, и на этой механике построена механика боя, то есть ты подрался, потом от себе еще отхилил стамину и еще подрался, и такой чих-чих-чих, но там она все равно, я помню, что она, там надо следить за показателем, она все равно частично уходит, то есть ты не можешь постоянно, по-моему, так делать, из серии, у тебя стамина ушла, ты ее сразу восстановил, ушла, сразу восстановил, она, по-моему, уходит, и ты восстанавливаешь, но часть все равно будет потрачена, но ты все равно дольше можешь сражаться, довольно интересно, довольно интересно сделано, вот, когда с него она актер, да, по факту считаешь, что когда ты не уследил за стаминой, это как в жизни тебе, типа, перехватило дыхание. С одной стороны, да, но ты можешь сделать шаг. Тот же Dark Souls, который, по сути, законодатель моды стамины и подобных драк, Dark Souls позволяет тебе ходить. Ты не можешь бегать, не можешь перекатываться, если ты потратил стамину, но ты можешь двигаться. И это, ну, хоть что-то. Понятное дело, что если ты там сражаешься с боссом, и он собирается нанести тебе режущий удар, и это не может ни перекрутиться, ни заблокировать, то ты, как бы, тоже все равно отхватишь по ушам. Но все равно хоть что-то. Иногда это может спасти тебе пару хпшечек, чтобы спасти тебе чуть-чуть передышки дать, чтобы ты мог дальше вернуться в бой. Когда твой персонаж совсем останавливается, но это просто, это равно, на мой взгляд, это просто равно смерть. То есть это равносильно тому, что при окончании стамины твой герой бы, не знаю, пол хп бы ему просто снимали за то, что у него стамина кончилась. Слишком сильно переусердствовал, спину потянул, слишком долго перекатывался, потянул спину, и теперь у него кончилась хп. Потому что, ну, чаще всего ты получишь урон. То есть чудом. Мне кажется, один шанс из десяти, что когда твой персонаж остановится совсем, ты не получишь урона совсем. Мне кажется, это стопроцентный урон. Да, наверное, это как наказание хорошо работает, но это, для меня, например, это работало как дикие нервы. Потому что, ну, остановка персонажа, ты жмешь по всем кнопкам, а твой персонаж стоит. Это прям, ну, бесят. Это как будто у тебя, не знаю, батарейка в геймпаде кончилась, или у тебя управление отключили, или у тебя кнопка залипает. Ну вот, ощущается по... По настроению ощущается не как... Ох, я сделал ошибку, допустил ошибку. Это моя вина стопроцентная. Я должен пережить эту ошибку, понятие... Нет, это выглядит так... Сука, работай, какого хуя ты стоишь, мразь, двигайся, я же долблю по всем кнопкам! Вот... Вот так. Это типичное я же нажимал, вот. Только в данном случае, даже если ты нажимал, твой персонаж все равно будет стоять, потому что таковы правила. Я же нажимал. Так, едем дальше. СМ-щики Иксбокс недаром едят свой хреб. Видеогеймс, вы хэп бэк. 4 апреля многопользовательская Miss Beats, находящийся в раннем доступе Steam, станет бесплатной из-за коронавируса, который вынудил миллионы людей сидеть дома. В ближайшее время разработчики добавят... Добавят в игру больше карт и биомов, новую экипировку и режимы. Создатели Monster Boy and the Cursed Kingdom признались, что их кадры игры по утиным историям на 1 апреля были шуткой лишь отчасти, но не спешите радоваться. По их словам, это изображение использовалось в питче для Disney, но лицензии им так и не дали. Ну, проще говоря, ребята нарисовали несколько пробников, принесли их Disney и сказали, мы можем вам сделать вот такую игру прикольную. Вот с такой анимацией, вот с такой... Вот с такими вот... Вот так это она будет выглядеть. Но Disney сказали, не, спасибо, нам не надо. Нам не надо. Поэтому это лишь... Лишь концепт арты игры, которая не прошла дальше. Так, Metroidvania Orphan of the Machine расскажет о дельфине. Да, мы вчера уже посмотрели этот замечательный ролик про дельфина. Странный, странный, замечательный ролик про дельфина, где, стреляя в акул, они взрываются, как будто начинены тротилом. Создатели Genshin Impact представили новую героиню Фишель, называющую себя Принцессой Осуждения. Осуждаем. А, у меня нету... Черт, у меня нету осуждения. У меня есть только... Могу только похлопать ей. Девушка путешествует в сопровождении ворона по имени Оз и работает следователем в гильдии приключенцев. Есть. Есть гивонька. Рисованная. Принцесса Твича. Кто-то решил позвонить мне, подождите. Кто-то решил позвонить на городской телефон. Как обычно, там либо молчат. Если вам звонят по городскому телефону, если он вообще есть у вас, если вы вообще знаете, что такое городской телефон, то вам либо молчат, либо вешают трубку, либо реклама какой-нибудь юридической компании или зубных протезов или что-нибудь такое. Причем, я всегда, когда беру трубку теперь, если неизвестный номер, я молчу. Так можно определить робота. Если у вас, вам в ответ молчат, значит там автомат, который ждет любых звуков из трубки. Вам достаточно сказать привет, и там автомат начнет что-то. Здравствуйте! Вас беспокоит сеть клиник там, хериник каких-то там. А если вы молчите какое-то время, и там вам там типа алло скромно кто-то говорит, то вы понимаете, что там все-таки человек. Хотя это все равно не защитит вас от... Не защитит вас от рекламы какой-нибудь. Вам скажут алло, и потом начнут предлагать услуги. Дисковый, да, дисковый. Городской дисковый телефон. Еще и радиорозетка у меня работает, да. Я за нее еще деньги плачу, да. Нет, мне нет радиорозетки. А такие были раньше, кстати? Вот вы, возможно, этого не знаете, но раньше в советских домах. Хотя, может быть, у вас где-то, если вы живете в каком-то советском доме, у вас, возможно, где-то недалеко от двери есть непонятная розетка, если у вас ее еще не убрали, которая является радиорозеткой. С ручкой кричать. Барышня! Барышня! Сударыня! И сразу вас с блинчиками связывают. Как там блин это называется? Не убрали и берут 75 рублей в месяц. У нас во время ремонта их оторвали. Пора уже интернет-розетки вводить. Но некоторые, кстати, вводят. Я, например, как параноик, я побаиваюсь таких розеток, потому что мне все время кажется, а вдруг на линии что-то произойдет и придется выдалбливать нахер всю стенку, чтобы понять, где там на линии провод поломался. Хотя, с другой стороны, другой мой более рациональная половина мозга понимает, что там будет с проводом в стене. Что с ним будет? То есть он даже не электрический, он не высоковольтный. То есть вы не можете удариться током о... Хотя, может быть, и можете. Там, наверное, есть какое-то низкое напряжение. Если в щитке же не заземлили, то вам, по идее, на выделенку же может, по-моему, ток приходить. Ну, он слабый, конечно же, не 220. Ну, хотя, если идиоты какие-то в щитке копались, то, может, и 220 все придут вам на линию. Мне кажется, что вряд ли. Только можно удариться от HDMI проверено. Это значит, что у тебя где-то что-то не заземлено. То есть у меня, например, от... У меня к телевизору приходит... Оптиковолоконный провод. И он слегка бьется током. Я подозреваю, что где-то там он просто не заземлен. Вот и все. Потому что... У нас на работе еще, кстати, с одного компа тоже приходит. Там, если HDMI по железке потереть, то там прямо искра выходит. То есть это значит, что какое-то из устройства не заземлено. Ну, или еще. Или, не знаю, или на него приходит какое-то электричество непонятно. Потому что так не должно быть. На самом деле так не должно быть. То есть о проводах 220 ты так не думаешь? А витой паре думаешь? Да. Представь себе. Но, знаешь, почему-то в проводах, электрических проводах, ты уверен, больше. Потому что наверняка вы в детстве разбирали или разрезали электрические провода, не которые подключены, а которые были там, не знаю, отрезаны. И вы прекрасно знаете, что внутри этого провода, ну, все довольно просто. Там либо один медный, да, ну, два медных провода, либо они там скручены, то есть более тонкие. Ну, что с ними будет? Простые провода, ничего с ними не будет, да? А вот интернет-провод, он же такой сложный, там, интернет. По нему не просто электричество какое-то идет, а просто вот летят электрические эти, как их там, летят. А там же вот целый интернет. Вдруг картинки попортятся, ваши мемасики сломаются, видосики порушатся. Там же сложные технологии, вдруг они как-то испортятся. Не знаю, я параноик просто. Я просто параноик, поэтому я переживаю за провода внутри стены. Ну, и плюс тут еще такой момент, что электрические провода существовали до моего рождения. То есть вот дом, в котором, условно, я родился и жил всю свою жизнь, в нем всю жизнь существовали электрические провода в стенах и всю жизнь работали. То есть не было никогда такого случая, чтобы вот у нас перестала работать, там, не знаю, розетка или выключатель, потому что провод в стене сломался. И ты как-то привык к этому, ты просто тупо привык, что провода в стене, они вот надежные, с ними все в порядке, они работают 100%. А интернет в моем доме появился в зрелом возрасте. Я, по-моему, провел сюда интернет лет 18, что ли? 18 или 18, не помню. Я долгое время, ну, в школьные времена я сидел... Хотя нет, раньше провел, раньше провел. Я еще тогда учился, тогда учился еще... В школе, по-моему, уже не учился, но... Или в школе еще учился. Но в школе у меня был мобильный чаще интернет. В общем, он появился несколько позже, и я не так уверен в нем, я не знаю. Причем, у меня же есть история жидкого интернета. Я не помню рассказал, я в Твиттере, по-моему, об этом писал. В общем, у меня начал пропадать интернет. Я тогда очень много играл... Ну, точнее, я играл на консоли, это перед телеком, на диване. Я садился на диван, начинал играть, и у меня пропадал интернет. И я такой, что за дерьмо, что происходит? Я перезагружал, я лез перезагружать роутер, перезагружал, все нормально работает. Но потом я опять садился на диван, и опять он не работает. Что за херня, что происходит? Почему? Я начал копаться, я думал, может, провод повредился. И я полез под диван, отодвинул диван, и обнаружил, что ножка дивана стояла прямо на проводе. И каждый раз, когда я садился на диван, вес увеличивался, ножка давила сильнее на провод, и у меня, ну, ломался коннект. Как только я вставал с дивана, коннект возвращался. Я не мог понять, что за магия, как так происходит. Там иногда, да, происходило такое, что я даже до роутера не успевал дотянуться, а интернет уже появлялся. Я такой, что за что происходит? Что за заклинание? И получается, что, ну, когда я наступал на провод ножкой, то интернет кончался. Из этого можно сделать вывод, что интернет жидкий, он течет по проводам, и если вы пережмете провод, то он будет хуже, хуже течь. Вот. Поэтому я не доверяю проводам, интернет-проводам. Поэтому в стене с ними тоже, в стене с ними тоже может что-то произойти. Сколько времени ушло, чтобы догадаться? Не помню. Оно так нечасто еще происходило, что... Паша и жидкий интернет, да. Уже тогда душил интернет. Задушил интернет, да. Тормозные шланги. Тормозной шланг это человек, который на диване как раз сидел в этот момент и пытался понять, что с интернетом. Очень тормозной шланг. Польский рогалик Badass Hero выйдет из раннего доступа Steam, добравшись также до PS4, Xbox One и Switch 8 мая. Кроме того, разработчики присвоили проекту новое название Fury Unleashed. Выглядит оно вот так вот. И это рогалик при этом. И это при этом даже... При этом это рогалик. Почему рогалик? Это же платформер. Ну, наверное, платформер-рогалик. То есть он играется как платформер, но он рогалик. Ну, окей. Прикольно. Прорвет и затопит интернетом. Действительно. Может и такое быть. Первый апрельский анонс платформера Паутинным Историям. Да, у нас был уже Immortal Shell. Гонки шариков от Codemasters. Fantasy Event в PUBG и Тошнилова в VR. Первый апрельские шутки от разработчиков. Давайте посмотрим, что там... Что там предложили нам разработчики интересного на 1 апреле. Говорят, в этом году из-за коронавируса шуток на 1 апреля было в разы меньше. Эти... Эти... Эти ваши... Эти ваши... Всякие издатели и компания решили не шутить на 1 апреля активно. И... Поэтому как-то даже грустненько. В PUBG проходит ивент Fantasy Battle Royale. Королевская битва с разделением персонажей на традиционные фэнтезийные классы. Можно выбрать мага, паладина, варвара или следопыта. Событие завершится 7-8 апреля в зависимости от вашего часового пояса. Platinum Games объявила о сотрудничестве с издательством Hamster Corporation. Это якобы последний из четырех анонсов, собранных под общим названием Platinum 4. Судя по обилию дизлайков под видео, народ шутку не оценил. Мы, если честно, тоже. Хохма от студии Codemasters анонс Dirt Rollers. Гоночные забавы, где соревнуются катающиеся по трассе мраморные шарики. Игрок сможет стать менеджером своей команды шариков, тренировать их, увольнять лузеров и нанимать самых перспективных. Я бы посмотрел, но из-за того, что приходится переходить в Twitter... Все, да, спасибо, Twitter. Спасибо, Twitter. До свидания. Листаем дальше, пожалуйста. А теперь, как говорится, сложный прикол. Издательство FIDG Entertainment и студия Game Atelier. Создатели Monster Boy NDA. Ну, это Duck... Duck... DuckTales. DuckTales мы сегодня уже обсудили. Авторы RPCS3, эмулятора PS3, заявили, что ранее пираты не понимали правила эмуляции игры. По этой причине разработчики перевели интерфейс программы на пиратский жаргон. Наслаждайтесь отсылками к корабельному быту, а также словечками вроде ER. Ей. Вместо U и LAD. Хорошо. Аркадная гоночная игра Grip Combat Racing получила апдейт с поддержкой VR. Трейлер только выглядит как предназначенное... Блин, я вообще все слова путаю, не могу понять, что происходит. Трейлер только выглядит как праздничное дурачество, обновление настоящее. Поддерживается VR-шлемы Valve, Index, HTC Vive и Oculus. Но на картинке, как видите, блюющий человек, поэтому я даже не буду запускать его. Ну, Grip Combat Racing довольно динамичная гоночная игра, поэтому, ну, логично, что она вызовет у вас тошноту. В мобильную гонку Asphalt 9 добавили режим управления глазами. А в Guild War 2 появились огромные котики. Вот это прикольно. Я хочу котик посмотреть. Да, классно. Классная картинка от StopGamer. Очень классная, очень классная. Спасибо, StopGamer за эту классную картинку. Экономят трафик как могут. Ну, в общем, вот видите, на нескольких, на разных уровнях появились... Появились огромные коты. Хорошо. Что еще? Что за сиськи на заставке? Не знаю, какая-то картинка из интернета. Давным-давно была скачана когда-то. Когда-то давно. Это... Она нарисована. По-моему, у кого-то из DevonArt я ее взял. Это не игровой персонаж или ничего такое. Просто кто-то что-то нарисовал, мне понравилось. Так, какие еще шутки? Еще какие шутки? Gaijin Entertainment решила сострить дважды. Во-первых, компания представила шутер Space Thunder, посвященный боям в космосе. На самом деле, это временный режим для War Thunder. Во-вторых, геймерам показали War Thunder Controller. Набор манипуляторов для управления всеми видами техники в военном экшене. В комплект входят педали, джойстик, штурвал, клавиатура и не только. Вот так вот выглядит... Давайте я вам покажу. Вот так вот выглядит управление. Видите, там рычаг, кнопки, штурвал, клавиатура. Ну, забавно. Там еще какая-то шахматная доска какая-то. Штурвал. Да, видите, он еще по-разному там складывается как-то хитро. 10 сжатых шакалов. Ну, а можно еще War Thunder. Space Thunder, точнее, глянуть. Давайте глянем. Space Thunder. Хотя у Stop Game сейчас нибудь реклама будет. Всем этим нужно одновременно управлять? Конечно. Часть ногами управляешь, часть руками. Часть головой, лицом, ртом. Для некоторых нужны соседи. Хотя сейчас коронавирус, поэтому позовите кота, например. Или... Почему еще на полном серьезе не сделали контроллер штурвал? А может быть он и есть. Может быть он и есть. Мы же с вами не искали. Ой. Почему в War Thunder появился временный режим, где вы можете летать... В космосе? Хотя у гайджинов на самом деле есть же... Как он? Star Conflict, по-моему, называется у гайджинов. Есть уже игра про... Про космос. Надеюсь, вы на каких-то шариках играете. Space Thunder. Ну, это такая, знаете, более реалистичная космическая война. Blizzard одарила героев и рочь нелепыми выпученными глазами. Это мы вчера уже видели. Capcom выпустила NECA Drop. Браузерное развлечение в духе 3 в ряд. Ваша задача проходить уровни, кликая по смежным одноцветным фигурам. И улучшать отношения с милыми рисованными кисками. Rebellion готовится выпустить экшены зомби-арми трилоджи на Game Boy. В действительности сборник таки посетил платформу Nintendo, но более современную Switch. Вот так вот выглядит. Infinity Ward подшутила над игроками, в кого вы видите Modern Warfare. В боевик ввели плейлисты с подвохом. I have trust issues, 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 ищу, бля, не могу произнести это слово. Отсылка к I have trust issues, issues. Плейлисту, где есть только карта Rust. В данном же случае пользователи попадают на уровень Пикадилли, который считается едва ли не худшим в игре. Call of Duty Players Only Want One Thing. Набор схваток, предлагающий воевать на популярной карте Shipment. Загвоздка в том, что бои в плейлисте рассчитаны на формат 10 на 10. Явный перебор для такой маленькой локации. Разработчики Star Citizen намерены выпустить патч, который приведет игровую вселенную в соответствии с научными фактами. Планеты и их спутники станут плоскими. Кстати, было бы забавно. Кстати, было бы забавно. Сцену смени зачем? Тут же картинки. Я специально оставил эту смену, чтобы вам картинки показывать. Вот что тут нету, видите, ни видео, ничего. Сцена не та. Все та сцена, я вам картинки показываю. Смотрите, плоская, плоская земля. А вот если бы я вот так вот показывал, то она очень маленькая. А так вот видно прям все. За вас же переживаю. За вас переживаю. Вот гейм зомби, зомби армии. Теперь можно вернуться обратно, да. Так, что еще? Брутфорс 2 не в разработке. Фил Спенсер подтвердил. Хорошо. Так. Скиллбаунд. Фил Спенсер. Инсайдер Даст Голем уточнил, что новая игра в серии Resident Evil, которая якобы выйдет в 21-м году и сильно уйдет от истоков серии, не гонится за трендами. Это не лут-шутер и не королевская битва. Недавно он подметил, что своим существованием игра может разозлить ярых фанатов серии. Это Resident Evil карт. Кодзима нервно курит в сторонке, ведь в Epic Games Store раздают другой симулятор курьера Totally Reable Delivery Service, который мы, кстати, сегодня будем с вами играть на стриме. К сожалению, в Enlisted мы не сможем сегодня поиграть, я не смогу сегодня поиграть, потому что только я скачал Enlisted сегодня утром, как оказалось, что, по-моему, вчера открытое тестирование было закончено. Поэтому я не смог ни поиграть, ни вам показать. Смотрите ролики на YouTube, например. Но вот в Totally Reable Delivery Service поиграть сможем, посмотрим, что там происходит и весело ли это. Главное, весело ли это. За финансовую успешную Borderlands 3 разработчикам из Gearbox обещали 5- и 6-значные суммы. Неплохо, да? Только разработчики этих денег не увидят. Катаку заявляет, что, несмотря на финансовый успех Borderlands 3, сотрудники Gearbox не получат обещанные премии. Это же еще почему? Это не та сцена, это челлендж. Бро, это пранк. Это не сцена, это пранк. Итак, что у нас тут заявляют? Зарплаты в Gearbox ниже рыночных, однако сотрудникам выплачивают бонусы в зависимости от доходов компании. Так, за финансово успешную Borderlands 3 разработчикам обещали 5- и 6-значные суммы. Неплохо, не правда ли? Только вот работники этих денег не увидят. Некоторые девелоперы из Gearbox говорят, что они строили свои планы с учетом отчислений, которые им сулили в прошлом году. До вчерашнего дня, когда глава компании Рэнди Пичворд объявил, что бонусы окажутся гораздо ниже запланированных. Новость принес редактор Катаку Джейсон Шрайер со ссылкой на 6 анонимных источников близких Gearbox. Говорят, что разработка Borderlands 3 оказалась дороже, чем ожидалось. Компания значительно расширилась, а прогнозы продаж были слишком оптимистичными. Все это привело к тому, что обещанные премии пришлось серьезно урезать. Однако Пичворд надеется в будущем получить от издателя в лице 2K Games более существенные авансы для сотрудников. При этом он не стал связывать ситуацию с пандемией коронавируса, которая серьезно бьет в том числе по игровой индустрии. Тираж Borderlands 3 стал рекордно высоким для серии, но при этом бюджет игры сильно раздулся из-за перехода с Unreal Engine 3 на Unreal Engine 4. А так и не заметишь. Посреди разработки. Вдобавок Gearbox сможет получить роялити от издательства лишь после того, как окупит бюджет не только триквела 95 миллионов долларов, но и дополнений 140 миллионов долларов вместе с игрой. В заявлении Gearbox для Kotaku говорится следующее. Borderlands 3 получила доход, превышающий самые большие суммы, которые компания когда-либо вкладывала в одну видеоигру. Проект официально стал прибыльным, а сотрудники, участвующие в системе примирования, уже получили свой первый бонус. Кроме того, мы скорректировали прогнозы выплат на предстоящие кварталы. Gearbox является частной компанией, которая не сообщает подобные прогнозы широкой публике, но эти данные находятся в открытом доступе для всех наших работников. В Gearbox 60% выручки от всех игр возвращаются в компанию, а оставшиеся 40% выплачивают сотрудникам в виде ежеквартальных премий. Такая система существует с самого основания студии. В лучшие времена, например, после релиза Borderlands 2, в 2012 году многие работники Gearbox зарабатывали столько денег, что могли позволить себе покупать дома. На фоне этого известия работники Gearbox вспомнили судебную тяжбу с бывшим адвокатом компании, который утверждал, что в 2016 году Питчворд получил тайный бонус в размере 12 миллионов долларов, когда началась разработка Borderlands 3. По словам двух источников к атаку, бонус действительно имел место, но его взяли из 60% компании, формально не затронув обычных сотрудников. Ну, как обычно. Как обычно в Gearbox происходит... Мне кажется, по Gearbox можно уже снимать сериал типа Офиса. Даже вот этот недавний сериал Mighty Quest про разработчиков игр, про студию разработки игр. Мне кажется, вот можно было второй сезон какой-нибудь снять по Gearbox просто, просто кладезь для сюжетов. Всё время какой-то движ. Всё время какой-то движ. То он какой-то вот себе премию получил, то у него там порнуху какую-то детскую или не детскую нашли, то ещё что-то. То они на презентации зафейлили несколько раз трейлер один и тот же показывали, он не запускался никак. Постоянно Питчворд что-то в чём-то замешан. То он там пытался... А, по-моему, Питчворд же пытался продвигать какую-то свою игру Battleborn, что ли, выкинув в интернет, по-моему, эротические, на safe for work картинки с героями Battleborn, что ли. Это что-то такая какая-то дурацкая история была. Это на фоне того, что, по-моему, Юкатара, который делал Нир, Юкатара же делал, да, Нир Автомата, он ретвитил, по-моему, картинки такого эротического характера с главной героиней. И на этом фоне, по-моему, Питчворд решил ещё выкинуть просто... Само палец в ухо актёра озвучки Железяки. Ну да, ну вот, очень странный персонаж, очень странные всё время истории про гирбоксу происходят. Ситком Ох уж это Трэнди. Или все ненавидят Трэнди, можно переименовать и назвать. 12 миллионов долларов бонус до разработки одному человеку. Может быть, он после разработки хочет. Типа это бонус за Borderlands 2 в целом. Battle Royale. Опять Питчворд наступил в кое-что. Галёнки недостаточно заплатил. Mortal Shell был у нас уже сегодня. Чувствительные русские. Как англоязычный интернет отреагировал на запрет ремастера Modern Warfare 2? Да в целом адекватно достаточно. Там было несколько странных решений. Я не буду читать новость. Такая себе, вы с пальца. Подвысосанная из пальца. Неправильная инсайд. Будущее ноутбуков. Rockstar помогает. Ну, помогает и помогает. Ремастер Modern Warfare 2 на PS4 в России не выйдет. В похожей ситуации в 2009 году оказался и оригинал, когда поднялся скандал вокруг миссии, не слово по-русски. Предлагаем вспомнить, как тогда на неё отреагировали пророссийские СМИ и правительство. Игра всё же вышла, но уровень пришлось вырезать. Вот так вот и вышла. Вышла игра, но пришлось вырезать. Вот и ответ. Так, Totally Reliable. Вот, кстати, в Epic Games Store стартовала раздача Totally Reliable Delivery Service. Симулятор нестандартных доставок с интерактивным миром. Песочницей можно забрать до 8 апреля. Игра стала бесплатной в онлайн-магазине на ПК сразу в день выхода. А на консолях и мобильных устройствах доступно только при покупке. Я так и не понял. Кстати, в Epic Games Store есть пункты, ну, разные версии. То есть, бесплатная и какая-то там Deluxe Edition. Но их нельзя ещё купить. То есть, ты можешь забрать игру просто до 8 числа. Просто можешь забрать её бесплатно. Просто забрать. Но я так понимаю, что потом за неё придётся платить. Но на данном этапе за неё нельзя вообще никак заплатить на... На ЕГС. В ЕГС. Пока просто никак не забрать. Когда там хвалёный хобби бесплатно раздавать будут? А я не помню, когда они. По вторникам, по четвергам, по пятницам? Вечером? Вечером. Ну, вечером. Будто кто-то играл без этой миссии. Я играл без миссии. Ну, я переигрывал без миссии. Это мне принципиально. Миссия-то, ну, а чё? Тебе достаточно её просто посмотреть. Чтобы понять, что произошло. То есть, в неё даже играть необязательно. Я об этом много раз говорил. Каждый раз, когда заходит вопрос о миссии ни слова по-русски. Мне больше всего нравится момент, как он реализован в германской версии. Там просто нельзя стрелять по людям и всё. Ты можешь ходить эту миссию, но если ты откроешь огонь, тебе скажут, что миссия провалена. Ну, вот. И всё. Ходишь. Ходишь за ними, они стреляют. Ты их осуждаешь. И потом происходит... А потом ты стреляешь в полицейских там уже, которые с тобой воюют. Немножко полицейских. И потом катсцена. Всё. Реально. Ну, миссия... Миссия не так важна. То есть, важен смысл, который в него вкладывается. И то, важен... Можно было даже показать... Эту миссию можно было сделать даже катсценой, понимаете? Тупо катсценой. То есть, вам могли бы показать вырезками, как вы, условно, и ваши вот эти вот друзья, условные друзья, устраивают резню в аэропорту, потом вас подставляют и начинается игра. Всё. То есть, она... Она не требует геймплея. Это не принципиальный вопрос, что вам обязательно надо вот... Вот если вы не поиграете сами в эту миссию, то вы там, типа, не поймёте игру. Нет. Она скипабельна. Я бы так сказал. И когда я переигрывал Call of Duty в прошлом году, перед Modern Warfare, я играл версию как раз без неё, и ничего. Ничего. Ничего не было. Ну, то есть, ты не страдаешь от этого. Там тебе... Плюс, по-моему, там тебе сразу после этой миссии рассказывают, что произошло. Что произошёл теракт, вот там подставили, нашли и всё. То есть, ты не потеряешь информацию из-за этого. Даже. Даже информация не будет потеряна. Она всё равно сшита в игру. Насколько я помню, у нас просто в меню спрашивали, скипнуть или нет. Нет, нет, нет. Ну, то есть, тебя спрашивают, но миссия вырезана по умолчанию. В российской версии, во всяком случае, она просто вырезана. Ты не можешь в неё поиграть. Тебе надо её отдельно завозить. А в других версиях, там, где эта миссия есть, там, да, там, по-моему, есть вопрос. И если ты отвечаешь, что похер, то у тебя эта миссия есть. Если отвечаешь, что нет, у тебя её нету. Но в российской версии она вырезана полностью. То есть, её включить только через дополнительное, там, скачивание, обновление и прочее. Нельзя стрелять. Зачем тогда нужны русские? Ой, Локон Линк. Ну, чё ты какой-то это? Чё ты какой-то? Чё ты негативщик такой? Русские нужны, чтобы сражаться с водкой. Так можно про все миссии колудить сказать? Нет, не про всем. Некоторые требуют от вас сражения. В этой миссии вы ни с кем не сражаетесь. Будет сегодня Моунт. Ты имеешь в виду Моунт и Блейд? Нет, сегодня будет... Сегодня мы пробуем Деливери Сервис. Ну, только если нас Деливери Сервис задолбает, то можем немножко поиграть в Моунт и Блейд. Я, если что, продолжаю в него играть, несмотря на своё мнение об игре, крайне негативное. Я продолжаю в него играть, выполнять какие-то миссии. Сегодня я, например, встретился с ещё одной отбитой миссией. В общем, вы приезжаете в город, вам женщины говорят, типа, тут какие-то чуваки, они, короче, терроризируют продавцов, которых я крышую. Я, конечно, молодец, но мне нужна помощь. Приходи через три дня, я подготовлю бойцов, мы сразимся. Я пришёл через три дня. Во-первых, очень тупо построена механика. Ты не понимаешь, тебе надо ждать в городе, тебе надо ждать за городом, тебе надо крутить время. В общем, она говорит, оставайся в городе. Короче, я почти готова, но оставайся в городе. Я минут 10, наверное, просто тусил в городе, думая, что оставаться в городе, это имеется в виду в городе, прям внутри, на площади. Но потом я дотумкал, точнее, меня всё время тревожило то, что когда вы находитесь в городе, в Mountain Blade, время останавливается. То есть у вас за пределами этого города дни не идут. Вы можете весь, шесть часов провести только внутри города, но во внешнем мире время остановится и не будет двигаться. Следовательно, я вышел, как бы покинул площадь, но остался в городе лошадью. И там просто уйтил, ну там есть кнопка ждать. Вот я сидел, ждал, в итоге, а причём ещё она говорит, оставайся в городе, наш раннер, ну то есть гонец, к тебе придёт. И это ещё больше меня запутало, то есть я должен оставаться внутри города, чтобы там где-то прибежал ко мне гонец, или я могу отдалиться от города и ко мне придёт гонец всё равно. Как это работает? Что за... Оставайся в городе и гонец придёт. В общем, оказалось, что вам надо лошадью быть около города, ну вот в городе, но не заходить в него внутрь и просто нажать кнопку wait, ну ждать. И в определённый момент у вас появится, причём у вас слева появится пункт, что такая-то, такая-то вот то, с кем вы общались, женщина там или мужчина, вас ждёт, то есть к вам, у вас даже не всплывёт никакое окошко, ничего такого не будет, у вас где-то слева появится, что типа... Ну и плюс восклицательный знак, по-моему, изменится. И вы должны вновь поговорить с этой женщиной, она вам скажет, ну не женщина, там неважно, с персонажем поговорить, она вам скажет, что всё готово, погнали. И дальше происходит самое странное, я пока не понял, пока не выкупил, что происходит. Вы примерно как с хайдаутами, вы около этого замка на отдалении появляетесь с там восьмью бомжами разношёрстными. Причём, это не ваши бомжи, это бомжи как раз того, кому вы помогаете. Вы не можете ими управлять, у вас нету контроля. F1, F3, они не работают, вам сразу говорят, типа, здесь нету бойцов, которые вам подвластны. Перед вами ворота, и они закрыты. И бойцы туда просто медленно бегут. Вы тоже можете медленно бежать к воротам, вы подходите к воротам, с вами общаются чуваки, с которых вы должны метелить. Говорят, ну там стандартные серии, ты зря сюда пришли. А, вас пытаются подкупить через ворота, то есть вам говорят, что ты серии, типа, тебя наняла, вот тот человек тебя нанял, я заплачу тебе там столько-то монет, или нет, она даже не предлагает, а вы предлагаете. Он такой, тебя наняла та вот баба, это была ошибкой, чувак. У тебя два пункта, ты либо можешь сказать, ну я свалю за вот тысячу там монет свалю. И вы можете взять деньги и свалить. Ну, понятное дело, что вы потеряете репутацию, но приобретете деньги. Либо вы можете сказать, да похер, я выполню свою за честь, за достоинство, давай валиться. И после того, как вы это выбираете, диалоговое окно исчезает, вы оказываетесь перед воротами, и все. Все. Ворота закрыты, в замок никак не попасть, бойцы добегают за это время к воротам и просто вот, вот так вот утыкаются в дверь и стоят. И все. И больше ничего. Больше ничего не происходит, абсолютно. Вы можете бить дверь мечом. Ну, или что там у вас, вы можете бить дверь. нанося двери урон, ну там, в зависимости от вашей прокачки, от до 9 до 13 единиц урона. При том, что у двери, ну, мне показалось, наверное, около 1000 или 1500 единиц урона. Потому что я бил дверь минут 10, и из вот большой полоски хп, ну, снизилось, наверное, вот на столько хп. причем, самое печальное, что когда вы бьете дверь в одном месте, в сопартийце, вот эти, которыми вы не можете управлять, начинают вас выталкивать. Они, как бы, реагируют на то, что вы атакуете дверь в этом месте и пытаются там столпиться, но дверь сами не атакуют. В итоге, пару раз ударив, они вас выталкивают вообще от двери, и вам приходится оббежать их с другой стороны и с другой стороны начать бить дверь. Все, больше ничего не происходит. Абсолютно ничего. Вы не можете ни с кем поговорить, вы не можете ничего сделать, вы вообще ничего не можете, вы можете просто бить дверь, бить дверь по 10 хп. Что это такое? Типа, чего, блядь, что за миссия такая? Вы не можете никем управлять, вы можете слиться, вы можете прожать табулятор, вас спросят, вы хотите покинуть бой? Вы ответите, покинуть, и миссия будет считаться проваленной, потому что вы как бы дезертировали с бою и все. Что это за миссия такая? Просто я не понял, я должен ломать дверь или дверь не открылась, просто, то есть это баг и дверь не открылась, непонятно. Буду выяснять в дальнейшем, в дальнейшем прохождении. Но это просто пока что таких дичайших говномиссий только две. Это хайдауты, я вчера сидел на стриме Зуева, смотрел, как он, и у него ровно те же слова, что и у меня. Какого хуя, когда ты приходишь в, не знаю, 40 рыл к хайдауту, а в хайдауте 20 рыл, ты туда заходишь с шестью рандомными бомжами, которыми ты не контролируешься никак. Там кто-то в чате кидал, что, ну, чтобы ты зашел в хайдаут с определенными бойцами, их надо вставить в списки выше. Нихера подобного, это чистейший рандом, рандомный рандом. Вас всегда закидывает в хайдаут с рандомными бойцами из вашего стака, но всегда закидывает штук 8. Штук 8, а в хайдауте они могут отличаться, то есть, если в хайдауте, например, 20 бойцов, то вас будет 8 против 20. Если в хайдауте 30 бойцов, вас будет 8 против 30, но вас всегда там человек 8. И ты не понимаешь, что, блин, чем думал разработчик, когда делал этот хайдаут. Почему? Когда ты врываешься в хайдаут с численным перевесом, ты в итоге просто нереально превознемогаешь, потому что тебе надо шестью рандомными бомжами, а там реально бомжи. То есть, даже если ты супер прокачан, реально тебе могут закинуть у тебя весь стак твоих 8 персонажей будет из каких-нибудь крестьян с вилами, а против тебя чуваки со щитами, с кольчугой, с копьями, которые просто одним копьем с одного удара 100 хп сносятся, копьем, и они этим копьем сбивают твоих подчиненных с одного удара. И ты такой what the fucking fuck здесь происходит. Я смотрел, смотрел, как вчера Зуев пытался там какой-то довольно неплохой хайдаут вынести в 8 рыл, обходил откуда-то. Естественно, у него ничего не получалось, потому что, ну, это дикий дисбаланс, дичайший турбодисбаланс. Причем, ладно, если бы вам просто надо было всех перебить, при определенной сноровке и прокачке вы можете там, не знаю, хорошо настрелять половину отряда, да, врага и еще половину просто на мечах добить, но в конце, когда вы перебьете всех подчиненных, к вам обязательно выйдет босс со своими там двумя-тремя подчиненными, может быть, даже четверо подчиненных. И если вы в итоге потеряли всех своих бойцов, то единственный ваш выбор это дуэль. Дуэли с ними довольно сложные, то есть вам выиграть дуэль с боссом-бандитом. Ну, тяжко, тяжко, они хорошо дерутся, вам надо очень хорошо контролировать процесс. Обычно я всегда не участвую в дуэлях, я просто, ну, толпу на толпу, потому что так проще, там, можно тактически все это обойти. Очень странно, потому что, ну, реально, если вы прибегаете в какой-то реальной ситуации, если вы прибегаете толпой в 40 человек против 20, ну, вы банально можете, не знаю, факелами забросать, просто тапками забросать, стрелами застрелять, хайдаут, вообще изи, почему вы все время заходите туда в десятером-то, почему перевес, когда вы приходите с перевесом в вашу пользу, происходит перевес не в вашу пользу, в чем логика этого, просто еще это нигде не объясняется, игра вам нигде не объясняет, почему так, то есть, можно подумать, что, возможно, вопрос в соотношении, да, типа, вот, если вы зашли там, то, чтобы много игроков не отрисовывать в локации, идет какое-то соотношение, то есть, например, ограничение 40 человек на карту, и по соотношению, ну, тогда по соотношению у вас должно быть 30, а их 10, и вы должны, естественно, легко их развалить, ну, там, с боссом еще подраться, логично же, да, но каждый раз каким бы количеством у многих, естественно, возникают вопросы, а если я 500 рыл туда приведу в этот хайдаут, то так же будет, я опять 10 бомжами зайду и меня разнесут, в чем, в чем логика, больше того, в допатченные версии, я не знаю, кстати, как это происходит после патча, но в допатченные версии, если вы умирали в этот момент, ну, вас убивали, вашу компанию тоже разбивали, то вас брали в плен, а всех остальных бойцов, они просто испарялись, то есть, представьте, вы приходите в логово бандитов, в войском 50 солдат, там половина на лошадях, половина в броне со щитами, вы по какой-то неведомой причине, непонятным, вы, видимо, весьма отбитый полководец, вы берете только 10 самых хреновых, рандомных бойцов, там, вот так вот, с закрытыми глазами крутитесь и вот забираете, причем лошадей в хайдаут провести нельзя, потому что хайдаут такой, с ужиной, маленький, вы по какой-то тупой причине берете с собой 8 бомжей и отправляетесь в бой, вас там убивают, и вся ваша армия просто разбегается, вас берут в плен, а вместо того, чтобы помочь полководству, вас просто бросают там, а, стоят, знаете, у входа в хайдаут, там, покуривают, или, не знаю, что там, траву, они жуют траву, 50 рыл, ну, после, окей, 10 ушли, там, 40 рыл стоят, вот, ждут, причем, больше того, там еще вместе с вами есть подчиненные такие герои, то есть, которых вы можете нанимать, они могут иногда выполнять некоторые миссии, то есть, и вот герой, который вам доверился, вы им всем, если что, вы им всем деньги платите, то есть, если вас не будет, то, ну, чем они будут заниматься, непонятно, и вот, 40 рыл стоят, там, пожевывают травку, где-то в кустах, ждут своего воеводу, который, как дебил, уперся, 8 рыл в хайдаут, не дождались, выходит, например, не знаю, бандитский босс выносит вашу голову, точнее, он не выносит вашу голову, вас не убивают, вас берут в плен всегда, то есть, он, получается, босс бандита выводит вас в кандалах, наружу, к 40 рылам, и говорит, что вас поймали, и 40 рыл такие, а, ну ладно, пойдем отсюда, и разбегаются, в разные стороны, мне взрывает этот мозг, у тебя умирает только те, кто с тобой был на хайдауте, исключение героя, которые были с тобой, они же тоже живыми остаются, ну да, и умирают, умирают, но это тоже тупость, но это все тупость, это все максимальная тупость, почему она так работает, непонятно, никто, я не знаю, я еще не видел ни одного, ну, нет, есть, естественно, в чате, спойлерас с удовольствием писал, что, ну, это же челлендж, это челлендж, челлендж, я его назвал, потому что это сродни тому, что вам на лоб положат член, и вы должны, и сколько, и сколько, как долго вы просидите с ним, вот, такой же, ровно такой же челлендж, типа, сколько вы протерпите член у себя на лбу, лежащий, а вас еще будут руками по щекам бить в этот момент, и приговаривать, хе-хе-хе, хе-хе, вот, вот, примерно такой же член, насколько вы долго способны сидеть, с членом на лбу, настолько же и вот это вот, этот хайдаут, этот челлендж. А другие говорят, очень любят говорить, что это стелс-миссия, блядь. Стелс, сука, миссия. Какая нахуй стелс-миссия? У меня 40 рыл там стоят. У меня 50 рыл. У меня там, может быть, 100 рыл стоят. Я говорю, мы просто можем, если я возьму всех своих лучников и выставлю по кругу хайдаута, там одного залпа достаточно, а потому что там карты, они довольно маленькие такие, то есть они на прохождение вот так вот. Прямо вы идете и убиваете по очереди. Если я просто лучников по кругу выставлю и скажу, стрелять туда, то там никто не выживет просто. Если я туда лошадей запущу, конницу, они пронесутся, просто всем головы посрубают и все. Если я запущу весь свой стак в этот хайдаут, то просто нахер там все там, я говорю, да сжечь можно банально. Но в итоге я почему-то должен выходить стаком в 10 рыл, против 40. Я должен выходить, при том, что все должно быть ровно наоборот. Бандиты должны защищаться в 10 рыл против стака в 40 бойцов моих. У меня один раз был очень клевый баг. Ну, не баг, а система немножко криво сработала. Я прям перед подходом к хайдауту, перед этой миссией... Это логово, да, это логово. Логово бандитов. Ну, они называются в игре хайдауты, поэтому я как-то запомнил и произношу их хайдауты. Ну да, это логово бандитов, где живет немножечко бандитов. И я один раз подошел к хайдауту, и в этот момент из него большинство бандитов ушло. Ну, по каким-то своим делам, я не знаю. Они же рандомно, они бегают, у вас всегда разные бои. У вас иногда в хайдауте может быть много бойцов, иногда мало бойцов. Ну, не ваших противников. Ваших всегда 8. Это даже не рассчитывайте на большее. И я подошел к хайдауту, из него в этот момент выскочили все бандиты. И когда пошла вот это вот, типа, атаковать, я нажал атаковать, у меня пропустился момент, когда надо бежать и убивать врагов, и сразу пришел босс. Потому что в хайдауте не было бандитов, поэтому меня сразу перекинули на битву с боссом. Естественно, у меня там 8 рыл, у него там, по-моему, трое подручных, я сказал атаковать, и мы забили. Но это был самый изичный хайдаут из всех просто, где вообще не надо ничего делать. Ну, пока что этот момент один из самых непонятных. Ну, и момент вот со стеной, точнее, с воротами, которые то ли надо бить, то ли я должен как-то прокрасться, то ли я должен был договориться, то ли двери должны были открыться. Я так и не понял. У кого-то схожая миссия была. Там стример сам сходил, развалил, а потом с людьми заказчика. Но врагов уже стало меньше. Правда, там дверей не было. Но там замок, у него ворота, и они были закрыты, поэтому... Возможно, баг в том, что ворота не открылись. Вот, надо просто перезагрузить, и ворота откроются, и я тогда смогу зайти и всех развалить. Ну, буду пробовать. Буду пробовать. Ну, в конце концов, проверю... Проверю теорию о том, что как долго надо разваливать ворота. Мечом по 10 хпз. Сколько часов у меня на это уйдет? Вот. Долгий разговор про Mountain Blade. Ребята, ну я поигрываю. Мне в целом нравится. Но я очень рассчитываю на то, что... Я не рассчитываю на разработчиков. Я рассчитываю на то, что мы доделай. Доделаю это все самое интересное, что можно было доделать в этой игре. Про боевку говорить не буду. Ее вряд ли как-то допилят. Но хотя бы какую-то тактическую карту, чтобы придумали. Потому что вот тактической карты сильно не хватает. Плюс очень странно, что привязанность... Привязанность к формациям не работает. Ну там вы можете разным войскам добавлять их на разные цифры. То есть пехоту, например, на цифру 1. Лучников на цифру 2. Но по умолчанию у этих циферок уже есть название. То есть я вчера это только обнаружил. Если навести там на цифру 1, то там прямо написано Infantry. То есть она заранее забиндена. Вторая забиндена на рейнджер. На рейнджер. Ну то есть на лучников. Из-за этого случаются несколько проблемные вещи. Потому что некоторые войска в Mountain Blade являются каким-то более возвышенным. То есть, например, есть кавалерия, а есть хэви кавалерия. Ну, тяжелая кавалерия. И в итоге, когда вы выходите на бой, у вас, например, четверо или пятеро чуваков на лошадях. Но при этом двое из них это лучники на лошадях. Один из них чувак с мечом. Один из них ваш напарник. Потому что тоже он катается на лошади. И пятый, последний. Он какой-то хэви чувак. И в итоге у вас пять кнопок. Ну, нет, ладно, не пять. Три кнопки. Три кнопки для управления кавалерией. Блин, ну это геморройно. То есть я все время пытался их скинуть на одну кнопку. Чтобы у меня на кнопке четыре были только все на лошадях. Потому что они будут быстро двигаться вне зависимости лучники они или мечники. Они вот в первую очередь идут, должны разбивать. Опять же, щитовики их логично выводить вперед. Но постоянно сбрасывается управление. Я не понимаю, почему. Ну, точнее, я понимаю, почему. Потому что ранний доступ. Но это несколько тоже нервирует. Потому что ты нормально не можешь управлять своими войсками. Ну и нету тактической карты, чего очень сильно не хватает в случаях с управлением. Я каждый раз по этому поводу бухчу, потому что есть игра называется Gorilla Warfare. Которая сделана на движке Mountain Blade 1. И в ней есть довольно удобная тактическая карта. Которую спокойно можно было перенести в Mountain Blade 2. Она удобная. Она в реал-тайме и она удобная. То есть вы сначала выставляете в ней бойцов до боя. То есть вот у вас бой, да, все вы. А так. У вас тактическая карта. Вы, типа, вот этих поставили сюда, вот этот отряд сюда, вот этот, вот так вот. Все, расставили. Все. Больше того, там в Gorilla Warfare вы можете не просто расставить, вы можете дать команды, что вот этот отряд двигается сюда, сюда, сюда. Вот этот отряд двигается сюда, сюда, сюда. Вот этот сюда, сюда, сюда. вы не видите расположение врага но вы видите откуда она будет атаковать и вы а потом когда вы нажмете начать бой вы в любой момент можете открыть карту тактическую и дать команду как двигаться вашим войскам в любой момент отступить не отступить это достаточно удобно достаточно мне кажется этого очень сильно не хватает в mountain blade 2 и это было бы очень удобно вместе вот вместо вот этих вот сложных комбинаций f1 f2 f3 f4 там запутаешься в этой я например вчера только узнал что по кнопке f4 несмотря то что я пытался изучать протыкивать я узнал что по кнопке f4 можно дать команду лучником например стрелять по готовности то есть вот как только они видят цель могут сразу стрелять этого несколько не хватало например фу опять опять вышел как это обзор на mountain blade нет выход хайдаут ворота шатал да не нам хайдауте нет ворот это вот первая миссия где мне надо было ломать ворота создатели настолки frost heaven отправляющий игроков на суровой полной опасности север просили на кикстартер всего 500 тысяч долларов но за сутки она собрала уже более 5 миллионов такой игре по любому мануалы надо читать это да не спорю там есть и обучение кстати вас вас почти не учат вас учат вам один раз вас учат команде f1 f3 я вот помню что была команда f1 f3 это отправить всех своих бойцов атаковать всех бойцов противника force attack но при этом там еще целый там меню формации там меню выбора то есть вы сначала вообще там несколько но вы сначала циферкой там 123 выбираете отряд да там например infantry да у вас на единицы вы нажимаете сначала их выбираете им например формацию выбираете место формации и это все происходит а проблема в том что это все происходит вот прям сейчас в рил тайме в начале боя пока вы будете выставлять своих бойцов хорошо если вы сражаетесь против каких-нибудь у лутеров до каких-нибудь бомжей то есть которые долго еще до вас будет бежать и вы за это время успеете сформировать всех своих все свои войска а представьте что вы сражаетесь против например лучников и кавалерий лошадей которые за меньше чем за минуту там я не знаю сколько кавалерий понадобится мне кажется секунд 10 секунд 10 и за это время кавалерия уже прилетит прилетит к вашим войскам и начнет их драть а вы тут выбираете f1 f3 пытаетесь там построить какую-то линейку что-то это все это все будет очень сложно и очень глупо работать почему это это к тому опять же приводит к тому что почему нет тактической карты я бы выставил свои войска раньше а дальше бы ими рулил f1 f3 я не против f1 f3 я просто проще когда ты уже уже выстрел войска потому что ты же ты же в бою вмешиваешься если на тебя нападают я могу понять да то есть но если ты нападаешь у тебя должна быть возможность выстроить войска но ее нет в целом в игре ты должен это делать вот прям в начале битвы успеть быстро прожать f3 charge убить по возможности всех противников даже если они бегут f4 advance продвигаться организованно не добивать убегающих f4 это же для или ты имеешь ввиду f1 f4 потому что если ты просто f4 нажимаешь что это там fire at will там у тебя пишется слева в углу молу fire at will то есть лучники будут стрелять по готовности как только они увидят врага они начнут стрелять при этом бойцы если просто нажать f4 бойцы биться не будут они останутся стоять на месте то есть f1 f4 и надо запомнить возможно мне поможет потому что иногда управление очень я я скачу на лошади стреляю из лука в этот момент мне надо вспоминать там я отправляю конницу сначала вперед чтобы они как-то разрядили всю эту ситуацию там скорее все чаще всего побегает побежит погибает моя спутница но она не погибает она с одним хп остается вот я как-то их разбиваю потом я говорю стрелять лучником и потом я только отправлю и в этот момент я еще должен стрелять из лука целиться и управлять лошадью очень очень замороченно в то время как повторюсь модификации для на основе mountain blade есть система когда ты просто карту открыл сказал тыкнул вот этот отряд сюда и они пошли сами все тебе не надо тебе ты больше вообще не паришься ни о чем они сами все сделают с вами все сделаю хотя возможно это хотя не но это честно же ну просто правильно так и управляются армиями правильно просто в средневекове ты должен был им крикнуть они по рации сказать хайдаутов всегда делаю f4 f1 f3 и дальше за спинами своих отстреливаю звука и босса в конце быстро один на один убивают но ты иногда можешь не дойти до босса в таких случаях потому что например если впереди лучники или копеносцы они твой f1 f3 расхерачит довольно быстро и тебе придется с последними врагами самому разбираться потому это хорошо если тебе попались какие-нибудь бомжики с камнями а если там тебе какие-нибудь серьезные бандиты с луками или с копьями то там и f1 f3 нажмешь и на первых же там двух-трех врагах все твои восемь бомжей полягут а дальше разбирайся как хочешь так продолжим продолжим сотрудники гирбокс рассказали к атаку до активижен не включила мультиплеер в переиздании модуль в 2 чтобы не дробить сообщество call of duty хорошо пичфорд не внимание к деталям в кино участники subreddit а шить и movie details делятся абсурдными выдуманными деталями из кино например что герой дуэйна скалы джонсона не смог прочесть карту в джуманджи потому что бумага бьет камень окей забавно так это все у нас славик метал в чем разница осенью the legend of heroes trials of cold steel 4 выйдет на западе на ps4 в 2021 году пошаговая ролевая игра доберется до switch и пк игроки вновь попадут в военную академию где придется помогать персонажем не только со школьными делами но и со спасением страны от темного заговора у меня пять компаньонов они достаточно мощные обычно они выживают а если у тебя пять компаньонов то я так понимаю что в хайдаут и они все идут правильно тебе не рандомят а прям все идут ну кстати кстати это довольно хороший лайфхак в данной ситуации просто нанять себе крутых компаньонов хорошенько их приодеть чтобы они все время залетали с тобой в хайдауте там со счетами с копьями например реально если у тебя будет если у тебя будет 8 копейщиков ну который дживили нами бросаются копьями бросаются по-моему в каждом у каждого копейщика по 4 копья 8 на 4 32 по моему сюда потенциально 32 трупа хотя и это если у них хороший урон копьями подписчики тик ток это наверное шутка стоп гейм загружает третий ролик у стоп гейма есть тик то кстати вдруг не знали все тик и утекли скриншоты трейлер mortal shell мы уже уже смотрели это мы уже все знаем сети 17 выглядит офигенно хорошо 3 эпизод дневников разработчиков ремейка final fantasy 7 уже выпускайте уже друзья выпускайте а вы в прошлом году жаловались что у нас шутки одинаковые году вор году вор году вор году а ну понятно шуточка про то что году вор анонсировали на стиме да а еще от санта моники по фейковой санта моники был анонс года вор 2 ну точнее пар 2 на года вор пар 2 кстати путин сегодня снова выступит после 16 часов продлит ли он выходные кто как считает конечно продлит он же должен выглядеть красавчиком в глазах голосующих за него именно поэтому все тяжелые решения перекидываются на мэров и прочее то есть всякие решения закрытия карантине и прочее принять в основном происходит от собянина путин говорит всегда что чуваки в там выходные послабление всем всем зарплату выплатит всем премии там всем еще еще всякие позитивные позитивные новости говорит всегда путин потому что чтобы потом проще было сказать а вот путин вот как хорошо сделал а вы все жалуетесь что он такой плохой а в итоге потом подобные вещи важные которые на самом деле важны про карантин про чс про все принимаются уже собяниным и все камни летят в него и серию сюка запрещают на 5000 там рублей за покидание дома вот так работает манипуляция нашим сознанием сейчас бы шашлыки в минус коптись на ведут чс пропуская будет дома такая недавно пытаются пропуска вести но у них ведь все не получается не получается ввели приложение она оказалась кривым его убы удалили все никак плюс опять же довольно правильно вчера было сказано что если журналисты которые вам пытаются донести какие-то новости не могут разобраться в информации которую а журналисты довольно пытливые люди в плане таких новостей а если журналисты все время пытаются докопаться до каких-то глубинных истин если журналисты не могут до нас с вами и сами понять и до нас с вами донести информацию которую до нас доносит которые говорят правительство то о чем вообще говорить про правительство то есть они они просто вот прям вот прям вот совсем не могут то есть правительство что-то говорит что-то заявляет и потом люди должны это расшифровывать начинается срачи споры друг с другом мы с вами в чате как спорим пытаясь расшифровать информацию которую до нас донесли сверху ну то есть нам вот сказали выходные путин сказал выходные что блять за выходные какие выходные что с выплаты зарплат какие выплаты если выплата зарплат то это не выходные ты работаешь если ты не работаешь что как что происходит и все пытались все неделю пытались расшифровать что блять за выходные такие как они могут быть некоторые люди для себя расшифровали что выходные это значит надо идти на шашлыки вот типа выходные и и мы с вами сидим и расшифровываем и срёмся друг с другом в чатах по поводу того, что это значит. Сейчас нам, опять же, ведут пропуска, ведут QR-коды. Что за QR-коды? Где их взять? Что за пропуска? Что за приложение? Для кого это? Сейчас выясняется, что большинство вот этих историй про QR-коды и телефоны и отслеживание будут работать не для тех, кто просто сидит дома, а для тех, кто на карантине. Ну, то есть у тех, у кого, например, подтверждён коронавирус в лёгкой форме, но они его переносят дома. То есть сидят дома и не заполняются своим телом больницу. Есть такие. Есть люди, у которых есть симптомы коронавируса, но они происходят в лёгкой форме. То есть они не критические и они могут переболеть дома, будучи под присмотром врачей. То есть всё в порядке. Вот для таких людей, по идее, должна работать система штрафов. То есть если такой человек, который официально подтверждённый коронавирусник, вот если такой человек покинет помещение, то ему должны впилить штраф. Если вы, будучи не больным, просто пойдёте в магазин или выгулить собаку, то вам, по идее, штраф не грозит. И QR-коды вам тоже, по идее, не нужны. Но опять же, это всё попытка расшифровать тайные знания, которые нам пытаются донести наше правительство в странных каких-то формулировках. Поэтому, возможно, сегодня мы узнаем новую информацию, которую нам долго придётся расшифровывать и выяснять. Хотя, возможно, просто тупо, наконец-то, ведут ЧАЭС, и всё будет понятно. И всё всем будет понятно. Ладно, едем дальше. Зачем гадать? Нужно просто приказ ждать, а то, что кто-то где-то... Так понимаешь, о чём ещё? Люди боятся в том числе. Ну, то есть вот вышел какой-то, как в правительстве сказали, что, ну, будут штрафы. И ты уже сейчас боишься. А боишься-то почему? Потому что ты нарушитель? Да нет. Потому что ты прекрасно знаешь, как происходит всё в нашей стране. И ты боишься, что тебе штраф прилетит не потому, что ты нарушил строгие правила, а потому что решили, что ты нарушил правила. Хотя ты их не нарушал. Ты сидел дома, ты вышел в магазин купить еды, ты купил еду, ты вернулся домой. Ты постарался ни с кем не контактировать, ты не ходил по району, не гулял, не кашлял ни на кого. Ты тупо в перчатках и масках пошёл в магазин, купил гречи, вернулся обратно. И тут ты узнаёшь, что тебе прилетает штраф в 5000 рублей, потому что ты нарушил самоизоляцию. И ты, естественно, такой, what the fuck, но я же делал всё по правилам. И люди боятся именно этого. Боятся, что они получат штраф за то, что в целом они поступали правильно, вроде бы, вроде бы правильно. А кажется, что неправильно. И никто не знает, потому что чёткого правильно нету, а штрафа все боятся. И вся эта вот закольцованная история с тем, что мы боимся, мы не хотим получить штраф, но нам надо делать определённые вещи, мы стараемся придерживаться правил, но мы всё равно можем получить. Потому что мы с этим уже сталкивались. Ну, люди в России сталкивались с тем, что порой законы срабатывали неправильно. То есть они есть, но они настолько машинально сработали, что вот банально вышел из дома штраф. Шёл ли ты по важным делам, не по важным делам, потом будешь разбираться. Сначала, дружочек, держи штраф, а уж потом ты его должен обжаловать. Как у нас, например, существует система обжалования штрафов с камер видеонаблюдения. То есть если ты реально получил штраф ни за что, и у тебя есть доказательства, которые доказывают. Я не могу сейчас привести примеров, потому что я не сталкивался с этим, но наверняка они есть. То есть парковку, какой-нибудь там знак, например, не было или ещё что-то. То есть есть реальный фактор, который указывает на то, что ты не виноват. То ты можешь обжаловать штраф и тебе вернут деньги. Но сначала, дружок, получи штраф. Сначала получи штраф. А уж потом мы уж решим, прав ты или не прав. И вот этой системой, когда ты сначала получаешь наказание, а потом должен долго разбираться, что ты на самом деле ничего не нарушил. Вот именно этого, мне кажется, большинство из нас и боится. Потому что, ну, давайте будем честны, в большинстве из вас, кто смотрит меня, я уверен, шашлычников из нас довольно мало. Людей, которые, ну, хотя, может быть, есть кто-то шашлычник, но мы более-менее адекватно понимаем, что происходит в стране и что происходит в мире. И мы стараемся всё-таки сидеть дома и хернёй не заниматься. Я надеюсь, надеюсь, что вы достаточно адекватные люди, адекватные зрители. И вы, естественно, боитесь, вот, скорее, произвола или странности системы, нежели того, что вас поймают за жопу, потому что вы злостный нарушитель. Весь из себя гуляете, кашляете, чихаете, ходите по магазинам и вот это вот всё. Ходил за гречей или доставку заказывал? У меня магазин вот через дом. То есть это, я не знаю, сколько это метров, 300 метров, может быть, 200 метров. Вот у меня продуктовый магазин. Один слева от дома, другой в конце улицы, третий ещё через дом. Дикси, пятёрочка, Билла. Сзади, по-моему, сзади моего дома есть ещё перекрёсток, я в него не хожу. Так что, ну, то есть, мне нарушают... Я хожу в магазин. Какой не скажу, чтобы не рекламировать. Хотя, возможно, я уже говорил. Но я хожу, я хожу в перчатках, хожу в шарфе. У меня маски такой, которой надо, нету. Хожу в шарфе, чтобы как-то снизить возможность. Приходя, всегда умываюсь, мою руки. Всё. В пятёрку ходишь? Нет, кстати, не в пятёрку. И не в дикси. Ну, вот так вот. Адекватные на Твиче? Ну, вы же смотрите Твиче, значит, сидите дома. Значит, всё в порядке, значит, вы адекватные. Не оскорбляешь мои шашлычные чувства. Закажи себе шашлык, блин, с доставкой. Я уверен, что наверняка есть какие-нибудь шашлычные или кто-нибудь такие. Какие-нибудь такие магазины, где можно шашлыка. Наверняка в Яндекс.Лавке, наверняка, есть. Или в каких-нибудь Delivery и прочее. Наверняка у кого-нибудь можно заказать шашлыка. Тупо закажи себе, тебе его привезут. Приготовят, привезут. Да, конечно, вот эта романтика, шашлычная романтика в лесу, чтобы потом вернуться домой в майке, пропавшей костром. Вот эта вся история. Да, конечно, ты этого не получишь. Ну, можешь, я не знаю, в прихожей поставить мангал. Поставить, положить туда айпад с роликом 10 часов костра. Вот так вот положить. И на него сверху положить решетку с уже приготовленным шашлыком. И так, типа, о, готовится, надо перевернуть, надо перевернуть, а потом съесть спокойно. Я, правда, не знаю, где взять ароматизатор костра. Может быть, есть духи с запахом костра. Вот, чтобы попшикать себя, чтобы аутентично было. Но в целом, почему нет? Можно и так. У меня у сестры была история, что ей пришел штраф за превышение скорости. Синяя Мазда на фото, она же. Все о том, что... Все о том, что нарушила. Одна проблема, у нее желтая Honda Jazz. Долго обжаловали, доказывали, что не ее машина. Ну вот, да, я... Ну, есть такие... И они не... Понятное дело, что они не постоянные. Не то, чтобы каждый штраф, который приходит, он вот стопроцентно неправильный. Но случаи бывают. И система, когда ты сначала получаешь наказание, а потом должен его обжаловать, оно нервозное. И оно раздражает тем, что ты чувствуешь машинность этого всего. Ты не чувствуешь, что человек, какой-то человек за это ответственен. Какой-то человек посмотрел и вынес какое-то решение. Ты чувствуешь, что произошел некий автомат, и тебе с этим надо разбираться. Это как, я не знаю, поставят новый знак, например, и там же поставят камеру сразу. И все люди, которые, не знаю, лет 10 ездили через вот это место и привыкли ездить. Они, естественно, забыли, что... Точнее, они привыкли, поэтому они не посмотрели, что там кирпич. И поехали под кирпич. Общиним всем подряд, бам-бам-бам, штраф. Хотя по правилам у нас, насколько я помню, если ничего не поменялось, в таких случаях... Вообще, точнее, не то что по правилам, по моральным правилам. Не по административным, а по моральным правилам. Как это должно происходить в цивилизованном мире. Когда ставится знак в таком месте, который довольно давно являлся там проезжей частью, например, там, или двухсторонней, а там сделали одностороннюю, знак должен как-то более понятно быть, я не знаю, показывать пальцем. Или должна стоять патрульная машина, которая говорит, ребята, здесь больше нельзя ездить. Вот знак. Ребята, здесь нельзя больше ездить. Вот знак. Ну, у нас же всем лень, нам проще состригать с людей деньги, потому что, ну, по правилам же ты должен смотреть. Ну, да, я должен смотреть. И в данном случае закон не на моей стороне. Я по правилам обязан, обязан смотреть на все знаки. Даже если я еду по улице, по которой я ездил 10 тысяч раз, 10 лет подряд, я каждый раз обязан смотреть на знаки, которые стоят. Это моя обязанность водителя. Это вне зависимости от улицы. Здесь не играет улица, не играет знание, здесь играет правило. Правило водителя смотреть на знаки. И, следовательно, если я проезжаю под кирпич, я виноват, стопроцентно. Здесь нету оправданий, я виноват. Но с человеческой точки зрения, зная всю ситуацию, должна быть история с тем, что меня должны предупредить о том, что эта улица теперь односторонняя, и здесь стоит кирпич. С человеческой точки зрения. Ну, к сожалению, человеческая у нас не всегда, не всегда, не всегда работает. Ну ладно, я опять удалился в какие-то дебри рассуждения из игровых новостей. Порно-актер Джонни Синс, он же Лысый из Бразерс, на фоне карантина в Калифорнии завел аккаунт в ТикТоке. В нем он шутит про мытье рук, про скуку на карантине, ну и, конечно, про свою работу. Ну, загляните. Еще один из поводов заглянуть в ТикТок, друзья. Там Лысый из Бразерс, что-то вам шутит. Шутки шутят. Так, Фитбит представила смарт-браслет Чарльз 4. С расширением Planet Zoo, South America Park, в игре появятся новые экзотические животные, которым нужны особые условия содержания. Также в набор включены новые декорации и строительные детали, которые помогут создать зоопарк в виде затерянного города или заросших джунглей. Кстати, утром был обещан ТикТок. Мы еще новости не долистали, в любом случае. В Steam вышел классический шутер Солдат, который доступен в сервисе Valve совершенно бесплатно. Игроков ждут сражения на 60 картах, в 7 игровых режимах, а также в 18 различных видов оружия. Ну, тот, кто знает, тот знает, кто не знает, поиграйте, потому что бесплатно. Довольно забавное в свое время была пострелушка, во времена, когда игры еще были не такими красивыми и техническими. Хотя в те времена тоже были игры, но был довольно динамичный, прикольный, прикольный шутанчик. Я любил с ботами играть. У меня не было тогда интернета, а игра занимала, по-моему, один лаунчер, что ли, был, или установщик. Я помню, с одного из дисков, по-моему, скачал, небольшая версия, по-моему, не все карты были. Я играл с ботами, все равно было прикольно. Ну, а теперь можно в мультиплеере спокойно поиграть. Ну, мультиплеер и тогда был, просто тогда у меня интернета не было. Червяки в реальном времени? Нет, нет. Там есть у оружия отдача натуральная, ну, то есть ты когда стреляешь из автомата, там у тебя пули летят куда-то наверх, надо все это контролировать. Все-таки прыжки, джетпаки. Довольно веселые, довольно веселые. В рубрике «Сейчас играю» рассказываем про Need for Speed The Run. Одну из самых спорных, но в то же время оригинальных частей серии. Это самый настоящий блокбастер, однако амбиции разработчиков чуть не погубили игру. Масштабная идея о заезде через всю Америку плохо сочеталась с форматом жанра гонок. Ну, она неплохо сочеталась. Почему? Нормально сочеталась. Просто надо разложить веселье по дороге, чтобы постоянно было весело. Там, кстати, в «Солдат», кстати, еще было забавно, что ты мог трупами прикрываться. То есть, если кого-то убили, мясо-кусок падал, и пули не пролетали сквозь него. То есть, условно, ты мог куче трупов, например, прилечь, присесть, и в тебя будут стрелять, но пули будут попадать в трупы, а не в тебя. Но следует, ты мог так присесть, потом выпрыгнуть и атаковать. Я им периодически... Особенно, если много народу полегло в одном месте, там прям такая кучка была. Они потом исчезали, трупы исчезали, но какое-то время можно было... Иногда это играло свою роль, когда вы врывались в толпу, атаковали, вы первого убивали, например, а его труп дальше стреляли, а его труп заграждал для вас всех остальных. В общем, довольно прикольно. В Крю офигенно каталась по всей Америке, кстати, в Копе, уж точно. Но там не было такого сюжета, как в дыра. В апреле подписчикам PS Plus подарит Uncharted 4 и Dirt Rally 2.0. Сливы подтвердились. Dirt у меня есть на ПК, Uncharted у меня, по-моему, есть. Ну, я в него играл, я не помню, по-моему, он у меня есть. Или он у меня есть, или он был на редакторском аккаунте, но он мне в целом не нужен особо. Я его прошел уже несколько раз. Прошел для себя, прошел на стримах. Так что... Плюс я консоль не включал уже, не знаю, полгода, наверное, не включал консоль. Нет, меньше, меньше. Месяца три, наверное, четыре. Ничего там не играл. Возвращаемся к жизни. Sony показала две новые модели наушников до 200 баксов. Спасибо. Вице-президент Bethesda объявил, что компания не будет проводить онлайн-презентацию вместо отмененной E3 2020. Хотя это наверняка официальное заявление. День он выбрал неудачный. Некоторые приняли его слова за первоапрельскую шутку. Пошутил. Так, Uncharted. В Human Farm доминирующим видом стали свиньи, и они выращивают людей на убой. Игрокам предстоит взять на себя заботу о людях, кормить их, поить, заботиться о существовании и здоровом образе жизни, а затем расправляться с ними. Ну, тут есть такая довольно кровавенькая гифка, где человеков разрезают. Петербургский университет и ТМО разрешил студентам набирать баллы для зачета по физкультуре в киберспортивных состязаниях. Их будут проводить в CSGO, Clash Royale и Dota 2. Учащиеся могут соревноваться в лигах и турнирах. Баллы в них, соответственно, начисляются в зависимости от проведенного времени и занятого места. Вот так вот. Я столько лет к этому готовился, чтобы набрать баллы в кс-очке. То есть через кс-очку. Уволенные члены съемочных групп Матрицы 4 и экранизации Uncharted потребовали компенсации у студии. Компания не хочет, чтобы все дошло до суда и постарается решить конфликт в ближайшие недели. Сегодня исполнилось 44 года актеру, озвучившему Бэтмена, Джокера, Двуликова, Рыцаря Архема, Риза, Гулдана, Револьвера Целлота, Пейгана Мина, Букера, Магни, Митчелла, Сэма, Таллиона, Делсона, Дополнительные голоса, Сноу, Соколиный глаз, Локи, Грута, Найтвинга, Джейка, Кая, Робина, Винсента, Эспио, Алекса, Алика, Канди, Юри, Хикса и Джоэла, которого убьет Элли. Трою Бейкеров сегодня. Ну, вчера. Вчера трое Бейкеров было 44. Блин, 44. Выглядит достаточно молодо для 44. Он выглядит лучше меня даже. Сука какая. Ну, хотя, чем? Да нет, я так же выгляжу. У него просто прическа моднее. И глаза голубые, да. И фингалов под глазами нет, конечно. Он, видимо, высыпается. Включай от меня. А в свежей статье мы решили вспомнить лучшие страшилки. Не, спасибо. Я боюсь. Слишком страшно. Слишком страшно вырубай. Бефезда, Бефезда. Бефезда отказалась. Байовар вернулся один из ведущих разработчиков трилогии Mass Effect. Пэриш Лэй занимался постановкой роликов в первый Mass Effect. А во второй и третьей частях стал главным аниматором кинематографических эпизодов. Теперь он является творческим руководителем. На 30 лет выглядит. Возможно. Или убьет Джоэла. Я не знаю. Хайп Вейв. Вайв очень. Вейв. Очень любит писать какие-нибудь подобные типа спойлеры, которые порой не являются спойлерами. А порой являются спойлерами. Поэтому я не очень понял, к чему это. Игры, игры, игры. Игры серии Hello Neighbor о загадочном недоброжелательном соседе скачали уже более 30 миллионов раз. Франшиза наиболее популярна в США, Китае, России, Германии, Франции и Южной Африке. То есть почти везде. Лонгриды. Скипы лонгриды. Animal Crossing New Horizons успешно стартовала и в России. Стартовые продажи игры в сети M-Video Eldorado оказались выше, чем у всех эксклюзивов Nintendo Switch за последние два года. Меж тем в Японии физический тираж симулятора жизни превысил 2,6 миллиона копий. Вот так вот. Ну, опять же, вообще без сомнений. Ноль сомнений. То есть новый Mass Effect будет как Андромеда, но с роликами как в первой. Ну да. Просто анимации сделают лучше. Новый Mass Effect это будет ремастер Андромеды. Блин, прикиньте, новый Mass Effect это Андромеда 2.0. Типа, мы поняли все ошибки и переделали Андромеду так, чтобы она была крутой. Но это, кстати, было бы прикольно. Было бы прикольно. Необычно и прикольно. Так же, как Эндом 2.0 все пытаются сделать, но все никак не сделают. Так же тут Андромеда 2.0. Всех вернули, старичков, чтобы они управляли командой и сделали все грамотно. Кинопоиск HD показал тизер сериала под названием 101 способ насрать себе, который стартует в онлайн кинотеатре осенью. Шоу расскажет о жизни женщины, комика, а продюсирует проект Сергей Светлаков и Александр Незлобин. Я на всякий случай смотреть не буду, чтобы мне там опять ролик ютубовский не заблочили. Но вы посмотрите. Говорят, вроде интересно. Вроде интересно. Apple выпустила обновление для пакета приложений iWork. But i doesn't work. На 1 апреля War Thunder добавили космические сражения. Первый крупный российский фильм выйдет в сети вместо кинотеатров. Это фанатский триллер «Спутник». Вот так вот. 23 апреля выйдет. Огромная космическая песочница стала еще больше. Релиз Split Vendetta. Первое дополнение к X4 Foundation. X4 Foundation – попытка студии Egosoft реанимировать серию после неудачной X-Rebirth. Накануне доросла до первого крупного платного дополнения. Хорошо. Half-Life. Все больше слухов, что iPhone 9 SE 2 будет представлен 15 апреля. Вот это звучит уверенно. Директор по дизайну мультиплеера The Coalition Райан Клевин сообщил, что покидает студию после 6 лет работы из-за личных проблем. Клевин участвовал в создании Gears of War 4 и Gears 5. А последней его работой стал свежий мультиплеерный режим Gridirio. Что за личные проблемы? Его семья больше любит Sony, а не Microsoft. Так и ты не можешь больше работать! Если ты продолжишь работать на игрой Gears 5, то можешь валить из семьи. Он такой, ладно, ладно, дорогая, все, я увольняюсь. Gridiron, наверное. Gridirio? Ну, я не знаю, Gridiron думаешь? Мне кажется, Iron, Gridiron. Может, Gridiron, не знаю. ЛДПР пошутила о выдвижении Ильи Мэдисона на выборы 2024 года. На выборе в 2024 году со слоганом «Сильный президент, сильная Россия». Пошутили же? Да, наверное. Кто-то в дверь нам звонит, названивает. Банки РФ начали уведомлять налоговую об операциях, производимых по электронным кошелькам. О, сука. Новые скриншоты ПК-версии «Перезидание Хейл 2». Неплохо. 3D-художник Карлос Лэмос подробно рассказал о том, что такое карты нормалей. Что нормалей? И как они помогают имитировать большое количество полигонов. Полезный материал для тех, кто только начинает заниматься 3D-моделированием. Хорошо. Все деньги с продажи нового набора «Хамбл Бандл», состоящего из более чем 40 игр, а также 20 книг и комиксов, пойдут на борьбу с коронавирусом. Набор стоит 2400 рублей, а за первые 8 часов удалось собрать свыше миллиона долларов. Нормалей. Окей. От чего такое слово? Кто шарит в 3D? От чего такое слово? Почему нормалей? Нормал или как от чего? Как оно образовалось? Как оно появилось на свет? Игрок научился полноценно жонглировать в Half-Life Alyx. В ход пошли бутылки с водкой и гранаты. На репетицию каждого из таких трюков уходило примерно час. Вот это, кстати, клевое видео. Клевое, приятное видео, которое мы с вами даже посмотрим. Надеюсь, за него мне автор видео не заклеймит. Но он клевое. Оно реально клевое. Реально смотришь прямо такое приятное, доброе. Никакого тебе коронавируса, никакой политики, ничего. Просто мужик. А может не мужик, кстати. Просто чувак. Чел. Просто чела жонглирует. Half-Life Alyx. И довольно хорошо, кстати. И музыку даже неплохую подобрал. Естественно, если в жонглировании появляется граната, то рано или поздно она должна сработать. Оба. К хлебушкам жонглирует. Ну да, в этом уровне все прилипает к потолку. Ну вот тут, тут аж, аж три гранаты. Я вывелся из кадра. Не заметил, как я вывелся из кадра. Еще было забавное видео. Я встречал в интернете забавное видео с... С хедкрабом. Путешествие хедкраба. Довольно забавное тоже. Это же Швейн и глюкоза играет. Нет. Это просто такая мелодия. Она просто похожа, но нет. Единственное, видео, конечно, немножко подзатянуто. Но с другой стороны, чувак довольно хорошо справляется с жонглированием. Поэтому за этим просто прикольно наблюдать. Например, он даже пытается жонглировать стульями. Но это довольно сложно. Завораживает. Хе-хе-хе-хе. Неплохо. Неплохо. Не повторяйте этого дома, так как у вас нет VR. Но даже если у вас есть VR, это опасно повторять дома. Потому что вы можете разбить люстру там или сломать себе руку, активно жонглируя. Клево. Клево. Мило. Мило. Прикольно. Но он там еще карандашами в конце жонглирует. Да. Если вы вдруг не поняли. Так. Мультиплеер у нас уже был. Чтобы я себе подарил в апреле. Клево. Дизьмэн Варфер 2. Ну-ну. Хотите быстро переждать самоизоляцию? Мы рекомендуем вам попробовать пройти следующие серии игр. Файнл Фэнтези, Драгон Квест, Элдер Скроллс, Фоллаут, Найт, Киндом Хёрдс, Ксеноблэйд Хрунс. Они все на 200 тысяч часов. Побочный эффект. Резкое старение на 50 лет. Отсутствие внуков. Незаметная смена политического режима. Не, ну за политический режим можно не беспокоиться. За политический можно не беспокоиться. Быстро переждать, да. Так. Mountain Blade 2 Баннер Лорд продолжает показывать удивительный онлайн в Steam. По итогам первых 48 часов пик игроков превысил 219 тысяч человек. Это самый крупный релиз года в магазине. Аж закашлял. Эффект Кулешова. Прием в монтаже, при котором у двух кадров, поставленных рядом, появляется новый смысл. Например, если мы видим лицо героя, а потом кадр с супом, то поймем, что человек чувствует голод. А если после того же кадра с лицом нам покажут фото женщины, то эффект будет другой. Пользователь DTF кратко рассказал об этом эффекте и его важности для кинематографа. Не знаю, если я увижу лицо человека, а потом суп, это будет лицо человека и суп. И все. Я не почувствую, что ему нужен голод. Может быть, почему голод-то? Потому что он обязательно должен съесть суп. Может, он его приготовил. Может быть, это означает приготовка супа. Странная. Старый телефон какой-то. Финалным анонсом. Да, это у нас было. Скриншоты DuckTales у нас тоже были. Варите считает, что варите. Мне все время кажется, что это название варенье. Варенье. Издание варенье. Варайте считает, что сезон блокбастеров в 2020 году можно считать отмененным. Довод и Top Gun вряд ли выйдут в срок. Ну, там Sony отменила все свои фильмы. И все меньше фильмов летом будет выходить. И, скорее всего, все. Сегодня в Steam вышла заторский PH.GD. Необычная игра финалист инди-джема на ДТФ. За историей о человеке, прикованном к постели, в ней скрываются размышления смерти, бессмысленности жизни и будущем земли. Это же про меня игра. Правда, я не прикован к постели, но мысли примерно такие же все время вращаются в голове. Приложение для слежки за москвичами на время пандемии удалили из Google Play. Ну да. Square Enix и Aidos Montreal. Мы отдадим всю выручку с последних распродаж игр серии Deus Ex на помощь жителям Квебека во время пандемии. Microsoft 343 Industries. Вся выручка с продаж специального лутбокса в Halo 5 уйдет в фонду помощи больных коронавирусом. Rockstar Games, которая не платила налоги 10 лет. До конца мая 5% выручки с микротранзакцией GTA Online и Reddit Online уйдут на помощь британским сообществам и пострадавшему бизнесу. Окей. Rockstar. Блогер сравнил ремастер и оригинал Modern Warfare 2. В катсцены добавили новые реплики и анимации. Ну там не очень много там дополнили, я бы так сказал, дополнено. Так, Monster Boy, анонс Punk Quest. А, ну все, друзья, мы долистали. Долистали до анонса Punk Quest. Это значит, что новостей на сегодня больше нету. Больше нету новостей. Чё, давайте, давайте, короче, 10, 10 тиктоков. 10 рандомных тиктоков. Так, чтобы совсем не захламлять, 10 рандомных тиктоков из ленты тиктока. Нет 15, нет 10. Давайте так, 10, но если последний окажется крутым, то следующий. Следующий до конца. Кринжатина. Херня. Странная история любви. Забавно. Это сколько уже 3, 4 пошел, да? О, ваша любимая. Ни о чем, конечно, да. Ну, это уже, это я вообще уже видел. Чё-то ничего интересного вообще нет. Сколько уже прошло, по-моему, 7, да? Уже 7, по-моему. М-да. Чё-то сегодня ничего интересного. Нормально? Нормально. Нормально. Точно? Нормально. Ну, это не он же, это мы наложенные звуки. Мой от кота и наложенные звуки. Гифки. Сегодня ничего интересного, чуваки. Ничего интересного. Сегодня новости тиктока. Ничего интересного не происходит. Блин, ну мы это уже видели же. Если только будет другая концовка. Я надеюсь, что будет другая концовка. Нет, точно такая же говна кусок. Скипаем. Я хочу хотя бы один нормальный найти. Будет хотя бы один нормальный. Что с ним? Да это маска, видимо, была. Кто грустит, тот трансвестит. Окей. На... 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 Сегодня закончить. Домотали до хоть одного странного тиктока. Можно Синса посмотреть. А, кстати. Ну-ка, давайте... А как его найти? Как его найти? Подариться. Что ты там? Как его найти? Так и пишется. Син... Синс... Напишите, как он пишется. Синс... Я просто не знаю. Я не силен в этом. Синс... Нет. А, вот Джонни Синс. О-о-о-о. А я вот это хочу посмотреть. Надеюсь, там нет пармахи как-нибудь. Окей. Ну, а как он... Как у него? Джон... Джо... Джохан... Джон... Джон... Джон Синс, наверное, вот этот вот. Джонни Синс. Какой из них официальный? А, вот этот с... С кучей подписчиков, скорее всего, официальный. А как его смотреть? Джонни Синс... Джонни Синс... Продолжение следует... Продолжение следует... Как у Петра Сальникова... Совпадение? На идее СГ, что ли, тогда... Зря в ТикТок, что ли, заходил? Ну, он забавный... Он харизматичный, чувак. Ну да, естественно. Забавный, харизматичный чувак. Даже... Вот на него смотришь и даже не скажешь, что, ну, типа, какой-то порно-актер или что-то типа того. Просто, просто забавный, забавный чел. Неплохо. А, все, кончились, больше нету. Вы добрались до конца, написано. Так, а вот СтопГейм найти. Давайте попробуем найти СтопГейм. На самом деле, Петр в порно снимается, а Джон подкасты записывает. Я не знаю, на самом деле, к чему я. Мне кажется, здесь зарыта более глубинная тайна, в которую нам лучше не влезать. Мы еще молодые, шутливые, не стоит скрывать эту тему. А то можно пизды от Пети словить. Поэтому опустим эту тему. И от пса, кстати, от его тоже можно... Недавно Петя, по-моему, в Твиттере, что ли, писал, что его пес перепрыгнул через забор к соседу, увидев там курицу и сожрал курицу, по-моему, и не одну, что ли, или одну сожрал, что-то такое. Так что, don't fuck with Петр Сальников and his dog. Так, стоп, стоп. Хотя вряд ли курица соседа как-то там на том конце участка как-то, знаете ли, выебывалась на собаку и сидит. Иди сюда, что, псина, псина, иди сюда. Вряд ли такое было. Тут, скорее, сыграли банальные животные инстинкты охотничьи. Ну, СтопГейм. Петр Насилова уехал, офис теплицы оборудовал. Да, я видел, видел у него в сторис, очень-очень клево. Но я не нашел, они либо удалились, либо... Тут хэштеги есть, а вот... А, нет, подожди, GameStop, СтопГейм, СтопЗеГейм. А, вот, наверное, СтопГеймРу, наверное, вот это. На 500 подписчиков. Ну, и что у вас там? Что у вас там? Ну-ка. Записываешь тикток, а в комнату входят рудаки. Окей... Девушка сказала, что слила интим... Интимки или что? Хорошо. Ну, в целом, достойны тиктока, я так скажу. Если судить по тиктоку, это довольно хорошие-хорошие тиктоки. Да. У меня так цифровой аутизм будет. Добрались до конца бразерс. Ну, все, что, посмотрели. Только три видоса? Ну, да, они немного сделали. Я думаю, они сделали в рамках... В рамках первого апреля, скорее всего. Хотя, может быть, будут продолжать. Но на данный момент только три тиктока. Все, друзья. Я думаю, на сегодня можно закончить. Деградировать надо понемножку. Ну, то есть мы заправились новостями. Узнали много информации. Может быть, даже немножко поумнели. Вот. Потом немножко, как бы, откатились назад с тиктоком. Чтобы сохранять баланс. Вот. Посмотрели разные тиктоки. На этом, я думаю, можно закончить. Сегодня. Сколько у нас? Ну, я думаю, как обычно. Часа в четыре. В три тридцать или четыре. Где-то в этом время я запущу Delivery Service. Игра про доставку из Epic Games Store, который сейчас бесплатно. Поиграем в нее. Если вы хотите, можете присоединиться. Там кооператив до четырех игроков. Можете не присоединяться. Я, если что, не призываю. Я уверен, что я смогу справиться с этой игрой и один. Но если вы хотите поугарить вместе, то почему бы и нет. Delivery Club. Delivery Service. Delivery Service. Она сегодня стартанула. Вот. Приходите вместе смотреть и угорать. Или не угорать. Просто смотреть, что за игра. 1159 выйдет завтра в 1159. Ну, и на YouTube, кстати, выкладываются записи. Если вы вдруг упустили, пропустили и хотите пересмотреть. Вот. Заходите туда тоже, посмотрите, если что. DTF Rezik стримит. Когда будешь ты завтра? Я не знаю. У меня нету Rezik. Надо будет спросить, что там, как. У меня пока Rezik нету. Я не знаю. Ну, когда-нибудь буду. Я не сильно. Мне кажется, что Rezik сильно, сильно сейчас просел. Из-за того, что, во-первых, Rezik начали продавать раньше. Из-за того, что появились первые рецензии. Они оказались не очень. И из-за того, что, ну, вот этот релиз как-то размазался. И стримы там где-то уже постримили. Где-то перестримили. Кто-то уже прошел даже уже. Поэтому вообще непонятно. Поэтому я вообще не переживаю сильно за Rezik. Мне кажется, он не удался. Ну, мне так кажется. Мне так кажется. Потому что мне кажется, что он не удался. Потому что он говорит, что он не похож на Resident Evil 2. Вот для меня вот этот критерий, наверное. То, что, возможно, он похож на оригинал. Окей. Но он не похож на Resident Evil 2. А Resident Evil 2 мне понравился. Но об этом, опять же, мы узнаем завтра. Я нагнетаю. Исключительно нагнетаю. Я с вами прощаюсь. Приходите еще. Увидимся. Пока. Люблю. Целую. Обнимаю. Мойте руки. Продолжение следует. Продолжение следует.